Друзья, я так люблю смотреть чужие холодильники, тут просто роскошь. У меня всегда есть огурчики, люблю очень ананас, манго там всякие, сырники просто ра**пачка. Это гребешок у меня, здесь у меня всякие креветки и тоже грибы. Это у меня компоты тут, я очень люблю, чтобы ко мне приходили, жрали. Я не шахабалистость, я аристократия помойки, я тот еще подарочек, б**. Вот, никогда не стремился в это общество высшее и никогда не буду туда стремиться. Я не отношусь к себе ни к блогерам, я никогда не стремлюсь ни с кем записывать, никакие тиктоки. Вот они в кружке, а я за кружком. Если вот это успех в том, что я сейчас, то у меня, б**, есть вопросы, если честно. Друзья, мы в гардеробной Леши Житковского. Леша. Я люблю Селиночку мою, правда люблю вот эту сумку, вот это очень люблю. Целое состояние тут у тебя. Ты влюблен сейчас? Хороший вопрос. Абьюз харассмент, такие бербуля. Любим папиков, влюбляемся в бомжей. Друзья, ну пишите, что вам понравилось. Найдите какую-нибудь пылинку, соринку, кусок козявки, скажите, господи, какая-нибудь санитария, нарушение товарного средства в холодильнике и все вот это вот. Мы будем ждать, друзья, ваших едких комментариев. Алло, да, слушай, надо обсудить сценарий Леши, потому что много вопросов, темы между собой вообще не связаны. Да, подожди секунду. Да, смотри, нужно, чтобы одна тема переходила в другую. Да, подожди секунду. Да вот постоянно просто звонят, и уже невозможно разговаривать, ничего. Какой определитель номера? И что, он блокирует спамные звонки? Слушай, круто. Я тогда сейчас его установлю и тебе перезвоню, и мы тогда спокойно сможем разговаривать. Да, давай, давай, спасибо. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, видите, я сегодня в перьях, с цветами, с фруктами, с корзиной огромной Приехала посмотреть квартиру Алексея Житковского Это абсолютный эксклюзив, еще в ней никто не был Московская квартира, которую он нам сегодня покажет Леша! Дорогая моя, заходи Ура! Держи, с каретой я их еле донесла Ты понимаешь, я сегодня буду облизать, значит, что я в перьях Леша, так ты мои перья забираешь Привет, дорогой Три раза по-французски Ну спасибо, что ты нас пустил к себе домой Я надеюсь, что мы сейчас удивимся Давай, заходи, я пока поставлю твой букет Твоей штучке Ну что, у нас эксклюзив, скажи мне Здесь еще никто не был, мне кажется Здесь еще никто не был Обалдеть, друзья! Это твоя квартира? То есть, это твоя собственность? Или ты снимаешь? Нет, я ее сейчас снимаю, но я ее буду выкупать А ты хочешь ее выкупить? То есть, и ремонт ты делал тоже сам здесь? Нет, ремонт я не сам делал, ремонт делала еще до меня В целом здесь ничего не было А, то есть, просто белые стены были? Да, да, да Это большая редкость, потому что вообще, в принципе, когда ты снимаешь себе квартиру Заходишь на Циан и встречаешь просто Да, ты заходишь на Циан и там начинается Все красиво, все отлично, розовый, блядь, туалет Все вардекоте, розовый туалет Ну еще розовый, ладно, а фиолетовый, сиреневый С какими-то золотыми канделябрами Или, знаешь, кухня с фотообоями Парижа Я думаю, ребята, что случилось? Мы готовим и думаем, что мы где, простите В Барсале, рубрика Вот, поэтому мне, как бы, вот, когда я увидел ее, я говорю, что, типа, да, это мое, это светло, это просторно, это не без эхо Нет такого, что какая-то она очень такая, не заставленная Всего так вот, по чуть-чуть, понемножку, вот как-то так А элементы все ты докупал уже в процессе? Да, 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 я все докупал в процессе Мне хотелось, чтобы это было и светло, и темно одновременно Вечером, чтобы было комфортно здесь, днем комфортно здесь Ну и ты, как я знаю, очень быстро, буквально за один день 215 коробок, моя жизнь оценивается в 215 коробок Я все это разгрузил за два дня И люди просто мне говорили, что... Причем у меня был заказ Леша переехал из Питера для тех, кто вдруг не знает Нет, но я еще жил до этого в другой квартире То есть из той... Я уже два года в Москве Да, но я имею в виду из той квартиры, из Питера, условно, ты переезжал в другую квартиру в Москве сначала Да, но я перевозил все вещи сам Перевозил все вещи сам на своей BMW-шечке Биллингри А как 215 коробок ты перевозил? 215 коробок это у меня сейчас уже накопилось За два года жизни в Москве До этого у меня было 4 чемодана Это знаешь, как получилось? Я просыпаюсь и говорю, мам, все, я переезжаю в Москву Она говорит, в смысле? Я говорю, в прямом И она такая, ну я поняла тебя И не поняла, что я реально переезжаю Потому что я собираю вещи Она говорит, ты куда? Я говорю, я в Москву переезжаю, что тебе сказал То есть она подумала, что ты в целом переезжаешь когда-нибудь Она подумала, что я опять ебнулся, да Она опять так подумала Но прогадала впервые в жизни Я уже сейчас начала планировать летний отпуск И составлять список мест, которые подошли бы нам с семьей Делаю я это не одна Со мной личный консультант и помощник Приложения Яндекс.Путешествия Где все в одном месте И бронь отелей с кэшбэком И поиск авиабилетов по всему миру И оплата российскими картами Ну и поддержка 24 на 7 И я выбрала его не случайно Смотрите, что тут можно сделать У приложения есть уникальная механика Которую можно попробовать при скачивании Делаем селфи прямо в приложении А затем система рандомно выбирает для вас вариант отдыха А в конце еще и приятный бонус Промокод со скидкой 10% на одно бронирование Через мобильное приложение И кэшбэк баллами плюса Так, мне приложение советует отправиться на Камчатку Классно, а я даже об этом не думала Скачивайте и вы приложение Яндекс.Путешествия Попробуйте его на себе А еще по моему личному промокоду FAMETIME10 до 1 мая Можно получить скидку 10% Вся информация в описании Леш, как твоя жизнь поменялась за последний год? Вот что изменилось? Слушай, честно, я всегда плыву по течению У меня нет такого, что у меня какие-то резкие перемены Я поскольку по своей натуре овен А все овены у нас говны Я очень долго к чему-то прихожу То есть, как бы я не из той категории людей Которые готовы что-то резко менять в своей жизни Там, знаешь, покрашу стены в красный Нет, у меня такого нет И последнее, что у меня поменялось, я переехал Переезд у меня был за один день За один Я приезжаю, я смотрю квартиру, говорю, я ее беру, все А на этом все Если говорить в контексте блогерства и в целом твоей работы Вот что изменилось за последний год для тебя? Какие-то есть радикальные перемены? Какие-то проекты, которые должны были случиться, не случились? Или наоборот что-то? Проекты, проекты, да Проекты, да Связаны непосредственно и с иностранными брендами То есть, это косметически Меня хотелось делать, не буду называть амбассадором Два очень крупных бренда Мы должны были висеть Вообще, в принципе В общем, много денег было заложено в эту программу В эту рекламу Нас не убрали из этого списка Нас поставили пока временно на стоп И, как бы, бренды, которые, в принципе, со мной сотрудничали Они со мной сотрудничают Но мы не афишируем то, что они со мной сотрудничают В силу того, что, как бы, сейчас это неуместно Поэтому, в целом, поменялось ли что-то у меня У меня, я не могу сказать, что у меня что-то поменялось Понимаешь, в моей жизни То есть у тебя меньше рекламы, меньше проектов не стало Как Даня Милохин сейчас жаловался, что у него вообще нет денег Уже осталось 400 тысяч последних на его счету Он живет у друзей и вообще все у него плохо Ну, 400 тысяч рублей, это все-таки немаленькие деньги Немаленькие, но для него, человека, который в месяц тратил по несколько миллионов Да, 400 тысяч вообще, которые у него, в принципе, остались Согласен с тобой, слушай, ну, Даня, он сам решил для себя, как ему будет удобнее И не нам его явно осуждать И все вот эти вот истории, это, в принципе, какие-то последствия каких-то действий Да, вот, поэтому каждый человек выбирает себе, как ему удобнее, комфортнее жить И мы, в целом, с тобой, обсуждая это, да Мы понимаем, что так произошло, потому что так произошло, да Не, ну, в целом, подожди, мы Даню как пример взяли Потому что он был таким очень ярким героем Особенно прошлых, последних лет О нем говорили все, знали все Он выступал в Ледниковом периоде на Первом канале, да Он принимал участие в огромном количестве проектов на телевидении, на федеральном, да Даня классный, веселый мальчик Мы с ним не раз виделись Он такой, прямо, знаешь, все такое, знаешь Такой главный в капустике в школе, знаешь Вот, он такой, в нем пышет эта энергия Он просто живет вот так вот быстро, чик-чик У него нет какого-то, знаешь, мне кажется Не думай, это завтра Нет, он не должен думать о завтра, он молодой Да, но я к тому, что о нем говорили все И в какой-то момент казалось, что так будет всегда И как будто бы вот этот пример того, что он сейчас спустя год, даже, мне кажется, меньше О нем уже стали, ну, не то чтобы забывать, но, по крайней мере, он не везде и не отовсюду, его имя звучит И он уже не имеет такого количества рекламодателей, проектов и так далее То есть, значит, все-таки что-то пошло не так Ну, это один из примеров У нас есть и другие примеры Да, если брать блогерской комьюнити, пришло, например, очень много рекламодателей, которые мы с тобой обсуждали Это, да, это Корея, это, например, Китай Которые сейчас заходят на большой рынок Потому что сейчас самое время Я всегда говорю о том, что все вот фермеры российские, да, которые живут у нас сейчас там где-то Ну, кто-то живет в глубинке, у кого-то тут своя ферма и так далее Я говорю, ребята, дизайнеры, фермеры, IT, что угодно Сейчас самое время вам для того, чтобы вот свой уровень жизни поднимать Потому что конкуренция очень сильно ослабла Если вообще говорить про блогерство в целом, то есть не значит ли то, что вот, например, те блогеры, которые как Даня Милохин в какой-то момент загорелись Вообще в целом был такой период, знаешь, когда о блогерах говорили все, все их хотели И не значит ли это, что немножко как бы эпоха блогерства как будто бы уходит Ты знаешь, есть вот у меня почему-то я не конкретно про Даню, а я в целом замечаю такую тенденцию Что когда ты получаешь определенное количество славы, какая-то, которая на тебя падает, да Иногда она падает просто из-под небесия, иногда она падает на тебя спустя там 10 лет И ты начинаешь ловить какую-то такую Причем это на самом деле не только в блогерском комьюнити Это, например, и в комьюнити людей, которые артисты, да Шоу-бизнес Да, даже, например, моя любимая Любовь Успенская, Жанна Гузарова Аллу Пугачеву я не знаю, если честно, не интересовалась Но тем не менее, когда на тебя падает какое-то количество славы, тебе кажется то, что ты уже все Ты из гнезда, ты взрослая птица, ты едешь дальше и ты едешь покорять туда Но проблема в том, что если у нас рынок, да, вот этого вот всего селебрити Он у нас достаточно свободный, можно войти, можно войти То там ты не пойдешь И когда люди туда приезжают и думают, что они сейчас приехали Записали там пару-тройку песен там на каком-нибудь на английском языке там Или на каком-то еще и все, они в топе Нет, никто не будет это хавать Никому это нахуй там не надо, это неинтересно У них есть свои звезды, им никому это неинтересно И все люди, которые там начинают, есть два варианта Либо они там начинают, проебываются во всех фронтах И здесь их уже как бы говорят, извините, до свидания И там как бы они понимают, что нет Либо они возвращаются и продолжают свою карьеру здесь Сейчас время блогеров как будто бы уходит из-за того, что просто нет возможности новым лицам появляться А старые как будто бы, ну не то, что надоели, но их как будто бы уже не так слышно, не так видно Вот те же девочки там Валя Карнавал, Юля Гаврилина, о которых тоже очень много говорили в прошлые годы Сейчас как будто бы немножко подзатихли Опять же, это мое восприятие просто потому, что я не вижу их нигде У меня их в моей призме просто нет И вот сейчас нет ли у тебя ощущения, что как будто бы вот этот вот весь блогерский рынок немножко падает? Ты знаешь, если бы я это познал и почувствовал, наверное То есть ты на себе это не ощутил? Я имею в виду, если бы я познал и почувствовал какую-то там просто ахуистическую, невыносимо, безбашенную, поднебесную славу, что круче только тучи Возможно, я бы тебе сейчас, понимаешь, мог бы сказать с таким томным лицом, что да, я чувствую А я просто человек, который, понимаешь, я не отношусь ни к блогерам, я никогда не стремлюсь ни с кем записывать никакие тиктоки, рилсы Ты же понимаешь, что это их комьюнити, которое я к нему отношусь, но я вот, вот они в кружке, а я за кружком, потому что я... Ты не коллабишься ни с кем, да, очень Я ни с кем не коллаблюсь Хватает пиздящей головы моей одной, понимаешь, которая кривляется постоянно С кем-то мне это делать не нужно, для меня пока что лично Это не какой-то эгоизм, не какое-то хамство, а просто как-то не очень в этом разбираюсь Я живу и живу, записываю свои эти «Проснулись, ебанулись» рубрика more and be like, понимаешь? «Проснулись, ебанулись» рубрика more and be like, чем сегодня нас порадует этот день? О, мне девочки подарили вот такие вот потрясающие чашечки, посмотрите «А, вот такое вот сегодня страниц». Еду куда-то, чего-то делаю, чем-то занимаюсь, тут у меня собака насрала, понимаешь? Что-то у меня… Миша… Что-то еще, да, там что-то случилось Просто я живу и живу, людям, которым интересно, они наблюдают за моей жизнью Людям, которым не интересно наблюдать за моей жизнью, не надо этого делать, понимаешь? Короче, ты не хочешь быть частью вот этого вот сообщества… «Я не хочу быть частью этого сообщества», я просто уже туда не влился То есть ты как будто бы сейчас говоришь о себе, как будто бы ты technicians недавно появился появился и недавно как-то я не считаю что я там что-то там понимаешь головка от хуя я не считаю так, понимаешь многие мне говорят я не считаю, что я добился какого-то успеха успех он приходит, он уходит он такой быстрый если вот это успех в том, что я сейчас то у меня, блять, есть вопросы если честно ну правда потому что сидите рассказывают тебе о том, что боже это такой успех, но это так неправильно Не то, чтобы у меня какая-то скромность, а просто как бы, ну, это... То есть, ну, как ты представляешь себе успех тогда? Я не знаю. Что это такое для тебя? Я не знаю. Я захожу везде, где я захожу, ко мне подходят толпы людей. Это действительно много. У меня действительно большой коэффициент узнаваемости в нашей стране. Спасибо большое, что наша страна меня за это любит. Не за это, а, в принципе, любит, что ко мне так, в принципе, подходит и не боятся подойти. И там кто-то даже не фотографируется, просто обнимается. Мне приятно, спасибо большое. Но я не понимаю, это успех или это просто узнаваемость. Понимаешь? Я не понимаю, что такое успех. Вот, я не понимаю, что такое успех в этом, я не понимаю. Как ты себе представлял себя? Я представлял себя, как бы кому не было смешно, всю свою жизнь я представлял себя, значит. Позорище, блядь. Короче, я представлял себя. Мне очень нравился клип «Nothing in this world» этой самой, перед Хилтон. Вот, значит, и она выходит из своего этого розового Бентли, у нее эта собачка, она вот так вот делает очучки, она идет, понимаешь, всех посылает глазами нахуй. Я представлял, я думаю, я тоже так хочу. И по итогу, в принципе, по большому счету, та карта желаний, выстроенная в моей голове, она сбылась. Ну вот для чего ты тогда запустил свой инстаграм, завел его? Мне нужно было с кем-то делиться своей частичкой ебнутости. Ну а в какой момент ты понял, что эта частичка ебнутости нравится не только тебе, а кому-то еще, большой аудитории достаточно? Когда это произошло? Когда мне стали писать женщины, находящие себя в моих роликах. Сколько времени прошло с момента, когда ты завел свои соседи? Ну, это где-то, наверное, спустя полгода уже. То есть достаточно быстро? То есть тебе не требовалось 5-6... Да, я так, что захожу в директ, думаю, что ты мне пишешь? Уходи. Я не знаю тебя. Вот, знаешь, я тебе не знаю тебя пока. Вот. Какие-то неизвестные люди стали писать, я думаю... Тебя это пугать стало? Нет, меня ничего никогда не пугает. Меня пугают только люди в темноте, когда я всегда говорю. Мама мне всегда говорит, сыночек, не бойся темноты. Бойся людей в темноте. Заквырчай свет и ложись спать с детства. Знаешь, я лежу и думаю, есть человек в темноте в этой или не то? Ну вот ты считаешь, что нет. Нет, меня это не пугало, мне просто как бы стало это необычно. Сейчас я понимаю свою миссию, да, я понимаю свою миссию через, опять же, фидбэк аудитории, когда мне очень много, вот, положа руку на сердце, мне правда очень много пишет женщин, мне правда очень много пишет вот именно такие, которые находятся в сложном периоде, да, какого-то своего становления, там, разрыв отношений или же болезнь, да. Очень много людей, которые с онкологией мне пишут о том, что вы знаете, пока мы лежим на капельницах, мы очень радуемся всей вашей хуйне, о которой вы говорите. Я говорю, если вы радуетесь, я тоже рад. Вот, пишут, и вот, опять же, матери в сложной ситуации. Ну, то есть, как бы, во мне находят отдушину женщины, как обычные женщины, то есть, как бы, у которых все стабильно. Муж, ребенок, загородный дом, все, Кия, все, понимаешь, все стабильно у нас. Также, которые находятся в сложной ситуации. Одни просто от нечего делать, на диван легли, знаешь, посмотрели. Другие просто для того, чтобы отвлечься от того, что происходит в их жизни. И это здорово. Мне нравится такая миссия. Я не хочу казаться каким-то благородным. Вот это вот сейчас не надо мне, понимаешь, ним над головой тут. Нет, мне это нравится, это здорово. Если я чем-то могу помочь дистанционно, это круто. Да, хорошо. Тогда кухню жду завтра. Спасибо. Лично для меня переезд, которым я занимаюсь, даже в перерывах между съемками, процесс очень приятный. В основном из-за того, что я люблю создавать уютное пространство для себя и своей семьи. Диван.ру вместе с благотворительным фондом «Антон тут рядом», который занимается поддержкой людей с аутизмом, выпустили необычную коллекцию мебели и текстиля. В ее основу легли принты, созданные художниками с аутизмом. Покупая ее, я могу не только обставить свой дом красивыми вещами, но и сделать это со смыслом – поддержать благотворительный фонд. Заходите на сайт, выбирайте крутую мебель и поддерживайте совместный проект «Диван.ру» с благотворительным фондом «Антон тут рядом». Доходы от продаж пойдут на благотворительность. Ну а в какой-то момент все-таки ты понял, что это как бы источник и дохода, и узнавания, ну то есть это монетизируется конкретно? Когда меня стали звать там на всякие разные интервью, да. Ну это вот когда? Это сколько лет назад произошло? Я не знаю, наверное, лет пять назад. Вот какие первые предложения ты стал получать, когда впервые вот тебе кто-то написал и предложил там «Алексей, вот хотим, чтобы вы прорекламировали что-то» или «Алексей, хотим вас пригласить на мероприятие». Когда это произошло? Да я не знаю, слушай, я столько лет уже боюсь понимать. Ну хорошо, ну что первое было, ну такое памятное для тебя, когда ты понял? Ну ты что хочешь сказать? Мне такие вещи нужно в памяти запоминать. Ну с кем первым ты познакомился вот из звезд? Я не помню. Господи, Леш, как будто тебе восемьдесят пять лет, и ты не можешь вспомнить, что было. Ну я не могу так сказать, слушай, я не могу так сказать, я много с кем общаюсь, не могу тебе сказать прямо первого человека, потому что когда я переехал в Москву, это было достаточно в таком сумбуре. Кто-то может быть подошел и сказал «Леш, я тебя сейчас со всеми познакомлю, ты там, не знаю, новичок». Познакомился я со всеми как-то, знаешь, такой… Да, на бокале так чик-чик, здрасьте, очень приятно, здрасьте, потом что-то мы уже как бы поехали с нами, я говорю, да поехали с нами, ну я так образно, я так вспоминаю всех. Не, я просто помню тебя на мероприятии «Гламур». Очень роскошно, вы такие роскошные, просто мы наблюдаем за вас и… Женщина года, я прям помню тебя, что ты со всеми очень легко общался, вот ты уже многих знал, в тот момент, ну это было, правда, пару лет назад, это не было там шесть лет назад, когда ты только, условно, стал звездой и появился вот в этой тусовке. Поэтому там ты себя очень органично чувствовал. Ну вот мне интересно вот тот момент, когда ты только, получается, приезжаешь и пытаешься здесь с кем-то познакомиться, кто вот первым протянул тебе… Знаешь, потому что я благодарен московской вообще всей этой компании за то, что они не вели себя так, что мне нужно с ними подойти и познакомиться. Потому что, на самом деле, московский контингент и вообще, в принципе, вся вот эта вот элит-тусовка – это все очень так закрыто. И туда, и как бы ты можешь попасть, но тебе нужно для начала что-то, как-то либо изъебнуться, либо как-то через кого-то заходить, и это ты же понимаешь, что так ты туда не попадаешь просто, потому что «Привет, я Антон, понимаешь? Я Гантон». Я благодарен им за то, что они сами как-то со мной все видели, что я приехал в Москву, что как бы не то, что мне нелегко, но я пока ни с кем никак ничего нет. И они как-то сами со мной все очень на доброй волне, без какого-то говна. Ну а почему вот, кстати, как тебе кажется, к тебе такое отношение сразу у этих людей было? Потому что ты правильно говоришь, что очень сложно попасть в этот круг, и к тебе достаточно такое всегда предвзятое отношение, снобское, ты должен заслужить вот эту дружбу. Поскольку, знаешь, поскольку я никого особо не знал… То есть ты не понимал, насколько крутой этот человек? Да, да, я стою и говорю, слушай, я говорю, как меня заебал твой пиздеж? Я говорю, есть сигаретка? И человек просто стоит, а человек там работает на очень серьезной должности, и ко мне подходит, говорит, вы знаете, кому вы только что это сказали? Да, ему говорит, мне интересен этот мальчик, я хочу, чтобы он со мной пообщался. И я подхожу и говорю, извините, тыры-пыры. А я стою, там какие-то такие, знаешь, серьезные разговоры, а я это так все не люблю. Вы так заебал ваш пиздеж, дайте сжигалку. И они, разумеется, на меня оборачиваются, и они не понимают, типа, я не в себе, а я не в себе, понимаешь? Вот, и как-то, видимо, этим тем, что я никогда не стремлюсь, знаешь, мне никогда не нужно ни от кого ничего, вот это вот, знаешь, под чьим-то лучом славы, где-то что-то как-то это самое. Да, подойти сфоткаться, чтобы в светской хронике рядышком постоять. Если мне нравится человек, мне нравится человек. Если мне не нравится человек, мне не нравится человек. Я раньше мог бы спокойно сказать в лицо, что ты мне не нравишься, иди нахуй. Потом мама мне объяснила, что, Леш, так не делается, должна быть дипломатия. Все равно должна быть она, так не надо себя вести. И я так не делаю. Я очень сдержанно говорю, здравствуйте, все, спасибо, до свидания. Как ты думаешь, почему некоторые блогеры, например, Настя Ивлеева, Ида Галич, да, там, Маша Миногарова, твоя, кстати, подружка, почему вот им удалось как-то закрепиться, так скажем, на вот этом, даже не блогерском уже, да, а вот в медиасфере, и они уже стали больше, чем блогеры? Они генерируют другой контент, они в этом моменте, они его не пресирают, они генерят другой контент, они переходят на новый этап. То есть они пробуют все время что-то новое, и за счет того, что они пробуют… Они пробуют что-то новое, заходят, не заходят, и они находят свою определенную нишу. Если ты не можешь быть человеком, который обо всем и не о чем, потому что когда ты обо всем, это ни о чем, ты не можешь быть таким. Маша ушла в моду, Настя ушла в юмор, четкий юмор. То есть если Ида тоже ушла в юмор, но у Иды там еще и какие-то там свои благотворительные истории, вот она ушла вот в это. У нее социалка такая есть. Ну вот, вот это вот у нее, да. И ты заходишь, хочу поржать, зашла, предположим, на Ивлееву, хочу посмотреть про моду, зашла на Минагарову, хочу просто там помочь людям или просто какой-то добрый юмор, зашла на Иду Галич. Каждый занимает свою нишу. Когда ты обо всем, это ни о чем. Зачем мне заходить на тебя? Что мне там посмотреть? Все, что угодно. Все, что угодно мне не хочется смотреть. Ну, конкретно мне. То есть смысл мне подписываться, понимаешь, на человека, который и о пылесосах, блять, и о моде, и вот тут же, понимаешь, и о свечах, и тут же, понимаешь, и о сексе. И я уже просто не понимаю, что у нас сегодня, свечи или секс, или секс для свечей, понимаешь, я уже просто сижу, у меня триггерит, вот. Поэтому нужно просто уметь занять свою нишу. Я ниша хабалистости. Вот ты как изменился за эти шесть лет? И как твой блог, как тебе кажется? Ты знаешь, я изменился, я не могу сказать, что я, я стал более спокойный. То есть братья Лешу пять лет назад и Леша сегодня? Да. Я стал более воспитанный. Я, конечно, хабалистого типа, я аристократия помойки. Вот. Я всегда себя так называю, потому что рот у меня помойка. Но все вот эти вот то, что мне моя прабабочка привела вот эту вот любовь к красивой жизни, это намекает на то, что я как бы каким-то образом, знаешь, чуть-чуть ту завесу знаю. И вот я люблю есть из золотых приборчиков, мне нравится красивая посудка. Тут же и нахуй послать могу, понимаешь? То есть у меня как бы такая разноценка серьезная. Вот. Поэтому я аристократия помойки. Никогда не стремился в это общество высшее и никогда не буду туда стремиться, потому что я прекрасно понимаю, что разговаривать нам не о чем. Я не люблю разговаривать на умные темы. Мне это, мне это скучно. Я не могу. Вот это вот встретиться. В чем еще вот эти изменения? Ой, что я помню? Я стал спокойней. Я стал менее агрессивный. Потому что меня всегда все называли токсик, но... Токсик, подожди, ты просто токсик был в том, что... Мне постоянно в пабликах там не с позиции какой-то агрессии, а просто в принципе, господи, как он заебал быть таким токсик? Ну, я не могу называть себя токсик. Я просто говорю то, что, понимаешь, некоторые, возможно, хотят сказать, но вот они, к сожалению, в силу своей воспитанности этого сказать не могут. Для этого есть я. У тебя были мысли, что ты можешь поменять что-то в своем контенте, вот именно если говорить про инстаграм, что-то изменить, сделать уже не такие видео, а какие-то другие? То есть что-то тебя больше стало интересовать? Я понимаю, я, например, понимаешь, из таких юмористических, я, например, сейчас запускаю свое, например, кулинарное шоу. Понимаю, что женщины, которые я тебе рассказывала уже, пишут мне о том, что, смотря на меня, они как бы немножечко себя стыдят, хотя на самом деле никто не обязан стоять у плиты, понимаешь, с этой вот смучной головой. Я понимаю, что, в принципе, им было веселее делать это со мной, нежели по отдельности, поэтому я перехожу на другую уже немножечко ступень. Я, например, там, до этого я написал книжку, сейчас я занимаюсь кулинаркой, потом, возможно, я буду делать что-то еще. То есть как бы… Косметику мы с тобой обсуждали. Косметику мы с тобой обсуждали. Да, причем я это не делаю резко, то есть у людей нет такого когнитивного диссоната, что они не понимают, типа, ой, как это так получилось. Тут мы вроде бы, понимаешь, сбирали с тобой, я не знаю, косметику, а завтра я уже чиню машины, и у меня свой автосалон, и все такие, а каким образом это все так произошло? Нет, я делаю это все очень равномерно, постепенно. Рецепты запустил, увидел, что понравилось, увидел, что многие готовят, увидел большой фидбэк, значит, давайте сделаем это вместе. И не в формате, что только руки видны, потому что я сам себя снимаю, сама понимаю, что это как бы интересно смотреть. Я там комментирую как-то так, чтобы, знаешь, удерживать фокус. Но, тем не менее, гораздо интереснее, когда ты в кадре, и все вместе, эй, и полетели. Жить дорого, это, конечно, пиздато, но и без денег можно чувствовать себя богато. Так, Леш, рассказывай, что это за проект «Дорого-богато»? Значит, и какая концепция? Я постоянно снимаю для своей аудитории домохозяйской, для своих мамочек в декрете, те, кто уже в декрете, уже с детьми, те, кто еще в декрете, еще не с детьми, понимаешь, в ожидании чуда. Вот, поэтому я решил, что нужно снимать формат не только, как я снимаю его вот эти вот рецепты, да, а нужно снимать и в таком формате, чтобы люди могли зайти, и им было и весело заодно, и они и меня увидели, и могли включить меня. Я всегда говорю, что я пиздящая голова. Я несу людям, знаешь что, приходят люди с работы, они устали, они заебались, вот, от всего вообще, в принципе. И они включают меня, и они не думают о том, что я несу. Вот я несу, главное уверенно говорить, и они такие, да, 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 молодец, давай, поговори. И здесь концепция, главное в чем, мы берем салат с тунцом, например, да, и чтобы, это очень важно, чтобы... Но здесь нет гостя, там есть гости. Здесь нет гостя, я очень устаю с гостями. Я могу поболтать с тобой вот здесь, но если ты со мной будешь в кадре со мной вместе готовить, я буду просить тебе, дорогая, порежь мне кубиком, и ты режешь мне каким-то хуёвым кубиком, мне нужно за этим следить, тут же у меня подгорают яйца, тут же у меня что-то понимаешь, это еще, я не могу следить, меня раздражает это, я люблю делать все сам. Мы решили сделать, что мы будем делать дорогой вариант и дешевый вариант, вот. Это неплохо, дешево не значит плохо, и это не значит, что это невкусно, это просто значит то, что это подходит на любой возрастной ценз, на любой кошелек. Кто что может себе позволить, это может позволить себе и, предположим, человек, который учится на стипендию, и человек, который учится, понимаешь, в МГИМО и дочь какого-нибудь известного человека, вот. Ну и там, судя по всему, какой-то один продукт, вокруг которого ты строишь всю программу, да, или как? Да, у меня, например, идет, вот если салат с тунцом, да, я беру тунец, я, на самом деле, это мне интересно, потому что я так никогда не делал, в обычной жизни я, как бы, обожаю в обычной жизни, пометку, в обычной жизни здесь. То есть вне камер просто, жизнь вне камер. Ну да, в жизни камер. Я прихожу в магазин, я всегда беру одно и то же, и я очень часто бывает не смотрю на цены, потому что знаю, что это хорошее, это у меня мама там покупает, это я покупаю. А здесь мне еще также интересно, нету концепции у меня в голове, когда я захожу в магазин, взять, например, что-то самое дешевое или среднего сегмента. Я не беру все дорогое, я беру вот то, что я уже знаю, и, ну, как бы, не обращая внимания, не сопоставляю ценовой сегмент, насколько это дорого и насколько это дешево. Знаю, что это хорошо, да. Вот, это не значит, что я покупаю какие-то очень дорогие продукты, нет. Но, тем не менее. Ну, даже если покупаешь, ты же сам зарабатываешь, ты же, как бы, в этом плане ни у кого не забираешь это. Тоже верно. Мало мне привело эстетику, поэтому я, в принципе, вот люблю все вот это красивенькое. Соответственно, я здесь пробую вот тунец, например, у нас сегодня будет. У нас три банки разного тунца, разного производителя, разного бренда. Возможно, для себя сегодня я открою, что наш тунец тоже какой-то есть определенный, я, возможно, сэкономлю себе, там, 150 лишних рублей. То есть ты сам даже не попробовал до этого? Нет, я не попробовал. А, вот ты будешь в процессе. Мне купили, да, была данная задача нашим помощникам, нашей команде, что нужно купить дешевое из среднего сегмента и дорогое. И чтобы мы попробовали и сравним… То есть ты прям в кадре, по сути, будешь попробовать? Да, это для меня первый раз, я не это самое, я не люблю, знаешь… Без заготовок. Да, чтобы была реакция. Слушай, ну это прям как контрольная закупка уже звучит. В эфире «Контрольная закупка». Здравствуйте. Это «Контрольная закупка». Мне нравилась программа «Контрольная закупка» на Первом канале. Я ее смотрела, она шла в 7 или 8 утра. Да, да. У меня бабушка, когда собиралась на работу, я, разумеется, так рано не встаю, мы вот с ней просто за этими гренками намазывали там все, что столько есть и пошла. Я здесь так не делаю. Конечно, у меня острое словцо. Иногда немножко не фильтрую, но я не с позиции того, что, понимаешь, все умрут, а я изумрут. Нет, нет, подожди. Просто интересная концепция, она не только в том, что ты просто готовишь, но ты к тому же и проверяешь какие-то интересные продукты. Посмотрим, нравится ли мы сегодня или нет. Может, завтра сетки уже и не будет. Во-первых, это и во-вторых, реально там классный продукт за эту цену или не классный. То есть у тебя такое два в одном получается. Ну просто согласись, ты бы как домохозяйка, если ты включила этот шум, например, ты стоишь на пиджаке Гуччи за эту сумму, ты бы не поперлась и не пошла бы взять тунец за 40 рублей просто, чтобы попробовать. Зачем тебе это надо, зачем тебе складировать свой холодильник, понимаешь. У меня, например, холодильник маленький, я не могу себе поверить. Это роскошь для меня, вот этот склад. Понимаешь, я готовлю суп себе, а когда я готовлю суп, захожу в магазин и думаю, так, вот это не куплю, это не куплю, не поместится. У меня мечта американский холодильник, но она пока не сбылась. Как у Кардашьян. Ты видел Ким? У нее вообще просто много холодильников, для каждых отдельных каких-то продуктов у нее свой холодильник. Еще у нее целый склад. Это следующий этап. Это мой следующий этап тоже в жизни. Вот, поэтому, когда ты посмотришь и скажешь, блин, а Леша нам сказал, что это тунец за 40 рублей, он ничего, может быть и правда. И понимаешь, таким образом мы открываем для себя что-то новое. Друзья, ну, во-первых, это классно еще с точки зрения рекламы, рекламодателей, концепция. То есть ты грамотно продумал все. Сразу реклама. Заходите к Леше сразу на канал с рекламой, потому что прекрасно. Будем ждать. Я уверена. Ты сам вкладываешь деньги в производство? То есть это твой личный проект, который ты реагируешь. Это моя инициатива. Поддержать тех женщин, которые сложили руки на себя. У меня очень часто мне это пишут, что вы знаете, спасибо вам большое, что я настолько забила на себя, я настолько забила на быт. Я забила, в принципе, на себя, смотрю на вас, мне как-то стыдно становится, что я на себя как-то забила. И с одной стороны, знаешь, мне так неудобно, потому что я думаю, ну как-то женщина мне пишет, взрослая, что как бы пошла, понимаешь, там ботокса себе уколола, посмотрев на меня, грубо говоря, там, знаешь, или там она сложила на себе руки, вот она увидела, что я занимаюсь бытом, ей стало как-то стыдно, она решила заняться хозяйственностью. А что ты такой красивый, нарядный готовишь, и сразу тоже захочется нарядный. Да, и я как бы это сам смотрю и думаю, слушайте, ну наверное, это неплохо. Сколько людей, понимаешь, которые в депрессии, которые не знают, как из этого выйти, которые просто вот живут не моментом, как я живу, например, а живут именно вот либо прошлым, либо вот каким-то очень таким, знаешь, сильно депрессивным настоящим. Они не могут из этого выбраться, они не могут вздохнуть и пойти дальше, они переживают каждый день одну и ту же проблему, не могут, понимаешь? Это, как я всегда говорю, когда человек какой-то близкий у тебя умирает, нужно всегда понять для себя, что это переход в новую форму, что это, в принципе, со всеми, это не какая-то из ряда вон выходя, что все живут вечно, а вот именно у тебя, понимаешь, такое случилось. Все это переживают, но, понятное дело, погрустили, поплакали, но зацикливаться на этом ежедневно, отнимать у себя, у живого человека свою жизнь, понимаешь, это тоже неправильно, нельзя на этом зациклиться, нужно из этого выходить. Пойдем посмотрим, что у тебя вообще здесь есть. Пойдем. Короче. Хочу, пожалуйста, обратить внимание, сумка, сумка Алексея. Алексей, можно, пожалуйста? Беркин. Беркин. Вертвертиджо, мне он очень нравится, он зеленый, и такую сумку, как бы нет, я не то, что сложная. У Байра вообще-то переплата. Она, знаешь, какая отказная, я думаю. Отказная, то есть кто-то не взял, да? Нет, мне кажется, что, знаешь, ее кто-то заказал, и кто-то потом, ну, потому что, понимаешь, ты же знаешь, вот ты же тоже как бы… Да, я тоже, я тоже не взрослая. Что ты не можешь прийти и сказать, здравствуйте, я хочу розовую. Нет. Тебе скажут, ну, хоти, девочка, иди купи сервиза на 30 тысяч евро, купи себе эти ботфорты для коня для своего, которого у тебя нет какой-нибудь амуниции, понимаешь? И все. Ну, ты знаешь, как это все делать. У меня таких возможностей, разумеется, ну, слушай, разумеется, у меня как бы нет таких возможностей покупать и сервиза по 30 тысяч евро. Угу. Ну, ты же… Ну, по 30 тысяч может нет, но… Чтобы сделать клиентскую базу. Вот. Ну, 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 накопил на Биркин – это хорошо. Это дорогостоящая покупка, хочу сказать. У меня уже вторая. Это вторая. Подожди, ну, что ты все меня ее убираешь? Я хочу посмотреть, что внутри. А, а я вот этого и боюсь, поэтому я ее… А что там, какие-то запрещенные вещи? Ну ладно, посмотрим. Давайте. Господи, Женя нас уже подводят под Колымово. Да нет, какие-то причиненные вещи. А потемчим салат. Сейчас я попробую. А там лук, наверное, есть. Я же не куплю. Давай. Ключи от моего дома. Крутой, крутой ремень Dior. Челёчек. Я не пользуюсь по челёчками. А почему такой странный у тебя… Извини, как-то выглядит странно. Ну, это удобно. А чего? Ну, какой-то вот рядом Фенди вот такая вот красивая штучка. А это что? Это от ЖК. Ну, а что у меня ключи-то, слушай? Бутылочка воды. Я не пью воду. Как вообще? Да, я не люблю воду, но я зачем-то постоянно прикалываюсь, что она у меня есть. Мне кажется, это как-то очень… Подожди, не пьёшь воду, что это значит? Вообще не пьёшь никогда? Ну, мне не нравится вода. А что ты пьёшь тогда? Она какая-то беспонтовая. Я люблю колу. А как же ЗОЖ, когда тебе говорят… ЗОЖ для меня это несопоставимо. Ага. Я ещё не дошёл до этого. Когда я буду уже совсем стареть, я буду тогда уже на этом ЗОЖе питаться растению. Ты будешь 30 плюс просто, и ты поймёшь, что вот ЗОЖ это единственный выход. Не пиздёж. Да, да, да. Согласен. Короче, ключи от машины. Шикарно. Биг Дик Клак, друзья. Ну ладно. Духи мои любимые. А что за духи, кстати? Боуз Империала, пожалуйста. Классные. Да? Вкусные. Тоже нравятся мне. Очки такие. Очки вот такие. Слушай, а можно? Да. Консилеры. Я покупаю… Где это ты берёшь эти все очки? У тебя коллекция, наверное, да? У меня большая, да. У меня ещё половина в Питере. Очки. А зачем очки? Сейчас нет солнца. Консилеры. Ну просто, чтобы были. Просто для образа. Знаешь, вдруг мне не захочется ни с кем общаться. Я один очки сделаю, чтобы мы просто не заметили. Извини, вот в этих очках сложно не заметить твои глаза. В этих можно. Зажигалочка. Так. Такая штучка. Я ей не пользуюсь. Но она у меня всегда есть. Мне почему-то кажется, что когда-нибудь ты будешь… Ну как? Вот сейчас ты можешь, например, сделать себе чистку. Ну когда-нибудь. Короче, мы встретимся с тобой на улице и скажем, у тебя нет такой чистилки? Я скажу, конечно, держи. Ты такая, вау. То есть ради этого? Да. Ради этого стоило, конечно. Ой, у меня опять немного консилеров. Слушай, я… Слушай, а что у тебя их столько много и сразу они… Я люблю эти консилеры. Слушай, а почему они в коробочках, если ты их любишь? Они типа новые совсем? Ты только их купил? А, ты просто их купил. Они у меня лежат, просто валяются в сумке. Я не знаю, где я окажусь. У меня всегда должна быть немножечко… чуть-чуть освежиться. А, при том, что три одинаковых? Да, три одинаковых. Я пользуюсь одним и тем же Radiant Rosen. Всегда. И все три у тебя лежат в сумке сразу? Да, да. Классно. Моя любимая Hermèsская помадка. Да, кстати, это классная. У меня тоже такая есть. Обожаю её. Она супер, скажи. Да, да. Вот. Не воняет, кстати. Раньше воняло. Ну, такая зажигалочка. Я, знаешь, на самом деле, очень люблю, чтобы у меня было много зажигалочек. Потому что я люблю засунуть руку в сумку и в быстрый точечек. Да. Тут уже три целых мы насчитали. Да. Дальше… Посему ты редко зачищаешь сумку. У тебя, в принципе, с прошлых, наверное, месяцев тоже что-то здесь лежит. Ну, тут какое-то… Ну, кто-то дал тебе понюхать, короче, какой-то парфюм. Вот такая вот штучка. Тут сишки. Денюшки. Ну, денюшки. Ну, денюшек-то там… Да, какая-то бедная. Ну, и вот такая вот помадка. Слушай, на самом деле, это все. Все? Ну, да. Почему-то у тебя нет косметички отдельной, в которой будет лежать. Да зачем это все у меня с собой? Я всегда дома привык… Все, ну, подкрасится там, тем более… А ты знаешь, что у меня кошелек просто для того, чтобы тебе рассказать, что он у меня есть? Я, на самом деле, не пользуюсь наличкой. Я просто его вот так ношу. Мне просто нравится, что у меня есть кошелек. Классно. Иногда мелочь мне кто-то дает, и так сразу… Ну, симпатично, кстати. Скажи. Очень милый. Очень приятный. Да. Мы теперь знаем, что у тебя… А, и вот эта вот штучка для… у меня простудка недавно выскочила. У меня, кстати, тоже. Сейчас какой-то сезон, видимо… Ну, вот, у меня тоже выскочило. Я так сначала расстроился, потом подумал, ну что естественно, то не безобразно. Ну, ты часто перекладываешь вещи с одной сумки в другую? А, то есть ты меняешь сумки каждый день? Да. Под образ свой? Да. Ну, а что у нас сегодня надето? Так, это Ами. Это Ами. Да, мне нравится. Луи Виттон. Ну, это… Это… Это, конечно, очень видно ребятам оттуда. Давай мы сюда будем. Это Ами. Это Луи Виттон. Я очень долго их искал. Они остались одни на Италию. Мне очень нравится их подошва вот эта. Но она уже просто… Мощь. Да, она просто… Барокко называется вроде бы. Она, короче, уже… Их соли вся. Ну, кстати, в такую погоду только в такой, по-моему, ходить надо. А это Лизар Хипс. Это, кстати говоря, наш, по-моему, производитель. Да. Выглядит классно. Выглядит как будто бы это прям каплет какой-то. Но у меня есть к этому свитерочку кепочка. Вот такая. О, так у тебя вообще… Полный мэч. Мне показалось, что это как-то слишком. Слишком, да. Я согласна. Так лучше. Так классно. Но я когда готовилась к нашей встрече, я думаю, ну, к Лёше мне нужно какой-то бренд надеть, чтобы было видно. Чтобы, знаешь, не просто… А тебе кажется, что я прям люблю, да, это? У тебя такой как будто бы образ, что ты любишь нарядное, все, и как будто бы с брендами. Прикинь. Да. Я поэтому решила, что мне нужно быть тут с брендом, с каким-нибудь… Я в последнее время это уже не люблю. Я люблю цепер-цацки. А, то есть мне надо было просто надеть цацки на себя. Нет, я просто анализирую. То есть я… Понимание, пожалуйста, до Булгарии или что там. Ах, просто ца-то какая. Это моя любимая, это Захадид, царство небесное. Да. Она прекрасная. Это она делала вместе с Булгари, да? Это она делала коллекцию. Мне нужно было именно… Ну, поняла, широкое, потому что у меня руки-то здоровые, конские. Мне нужно было обязательно найти это кольцо. И мне подруга звонила своему другу Булгари, которая живет в Нью-Йорке. Он мне доставлял его из Парижа по итогу. Господи. А ну, ко мне ехала просто, типа, какими-то вот такими путями. Ну, ты сам себе это все покупаешь. Ну, конечно. Может, подарки тебе кто-то дарит. Подарки мне тоже делают. Ну, я имею в виду вот это все, богатство, это ты сам роскошь. Ну, класс. Нет, это же хорошо, что ты видишь… Я люблю этот колхоз, понимаешь? Почему колхоз? Очень даже симпатичный. Потому что все мне говорят, Леша, ну это же такая… Знаешь, я вот… Нормальный, адекватный человек не будет одевать четыре кольца в повседневку. Я их одеваю, я в них готовлю, я в них сплю рубрика, понимаешь? И просто мне говорит даже мама, говорит, Леша, ну, типа, одно колечко, ну, два. Ну, типа, четыре, а я же еще себе заказала еще одно. Ну, это же ты. Это кринж, но мне это нравится. В Яндекс.Картах есть все маршруты. На автобусе, самокате или велосипеде, на своей машине или на своих двоих. Все маршруты на чем угодно стройте в картах. Сердце моей квартиры – это обеденная зона. У меня, видишь, есть два стола. Один на кухне, маленький такой, блюдский. Там я сижу с теми, там я сижу с теми, кого, знаешь, я всегда говорю, дорогие гости, Жопа Нью-Лосич, я до хлебов ему ебаю. Вот это вот стол для них. Знаешь, там не очень приятно сидеть в уголке, а здесь приятно, здесь для тех, кому я хочу подольше провести времени. Вы поняли, если вдруг вы случайно окажетесь в квартире… Если ты там, то знаете, что вам пора, да, не засиживаемся, дай мне деньги. Как тут Бэнкси оказался у тебя? Слушай, она оказалась здесь не по моей инициативе, просто для того, чтобы… Ты знаешь, когда все очень белое, как будто бы немножечко ты уже сошла с ума, и все вокруг делают вид, что как бы ты еще не сошла с ума, и знаешь, тебе делают это вот искусственно, как будто бы ты еще в себе. А это так вот возвращает, что как бы я не в больнице, не в белых палатах, а что я как бы все-таки в квартире. Ну, у тебя, кстати, большая редкость, у тебя на стенах нет картин никаких. Это специальная такая задумка или тебе лень просто этим заниматься? Нет, ты знаешь, просто не нашла еще та картина, которую мне бы хотелось повесить, вот так, чтобы на нее постоянно смотреть. Мне хочется чистоты. Смотрел фильм «Девушка из Дании»? Да, я смотрел его давно. В общем, актер Эдди Рэдмэн, который играет главную роль… Да, он супер, он отличный. Он пропал. Ты знаешь, он не пропал, у него просто все фильмы, которые выходят сейчас, может быть, не такие прям популярные, известные, но в целом он как бы есть, он играет по-прежнему. Я даже недавно в своем телеграмме про него писала. И он, когда рассказывал о том, как он снимался в этом фильме, он сказал, что я благодаря тому, что перевоплощался в женщину на этих съемках, красился, надевал женскую одежду и так далее, он говорит, я как будто бы чуть лучше стал понимать и знать женщин. Ну, по крайней мере, ему так показалось. Вот ты, когда начал пробовать надевать… Но я не перевоплощаюсь в женщину. Нет, ты не перевоплощаешься, но красишься. Все равно ты красишься, это все равно женская прерогатива. Слушай, ну давай… Ну, слушай, красились, красились и во времена Екатерины. Да, но я к тому, что ты лучше начал понимать женщин в целом, когда ты там попробовал, например, подкрасить брови или, не знаю, накрасить глаза, что-то еще. Нет у тебя такого, что ты их чуть лучше стал понимать как будто бы? Слушай, ну, на самом деле, у меня никогда не было проблемы понимания женщин. Мне все это понятно. Ты как будто бы с этим родился, пониманием того, как вы строили… Нет, я не то, что с этим родился, просто у меня всегда… Я общался с подругами, у меня всегда были подруги, мне даже когда было 15 лет, бухаю из 14, к слову. Ты знаешь, я всегда общался с женщинами, которые уже были с опытом жизни, которые мне передавали этот опыт через свою призму, и мне было понятно, что на тот момент испытывает тот или иной человек. Я всегда был во взрослых компаниях всяких искусства. У меня менялись компании, я имею в виду все в одной, но по разным кучкам. Знаешь, кто-то там про искусство, кто-то там про тусить, кто-то там про то, про то, про то. У меня никогда не было проблем восприятия и понимания женщин. А как к тебе феминистки относятся? Никогда они тебя не хитили за то, что ты, например, какие-то советы даешь женщинам? Ты все равно в своих соцсетях часто там как-то… Знаешь, я это просто не отслеживаю, но я думаю, что, конечно, мои какие-то высказывания, возможно, шутки, разумеется, могут будоражить их умы, но мне кажется, что они не должны воспринимать мой юмор со стороны высмеивания женщины, потому что я всегда высмеиваю две области – я высмеиваю и мужчин и женщин. А как ты относишься к тому, что в Америке сейчас вот такое вот это направление небинарных персон, потому что с детства можно выбирать себе, как ты себя будешь называть, она, оно, они и так далее? Слушай, честно я могу тебе сказать, вот эти вот все истории – живите, как хотите, правда. Хотите – называйтесь оно, она, он. Главное – никому не несите вреда. Вы хотите так – пожалуйста, это ваша жизнь, она у вас одна. Хотите так – живите так. Хотите жить не так – живите не так. Нет, у нас просто в стране очень осуждают то, что происходит в Америке, что в школах начали преподавать вот предметы о том, что вот дети имеют право выбирать свой пол с самого раннего детства, не обязательно вообще их как-то называть каким-то именем, который принадлежит какому-то роду и так далее. И многие родители, особенно в России, в ужасе о том, как же так, как могут детям с раннего детства разрешать такие вещи, плюс там смена пола тоже до 18 лет разрешена и так далее. Вот как ты в целом к этому относишься, к движению в Америке? Слушай, я на самом деле могу тебе сказать то, что… Как я отношусь к движению в Америке? Там, знаешь, очень-очень много всего. Там, ну, прям вот настолько много, что я потерялся в этих течениях, что я, знаешь, я честно тебе могу сказать, я никак к этому отношусь. Главное, чтобы все были счастливы. Честно. А ты вообще занимаешься самоанализом? Нет. Никогда. Я занимаюсь самоанализом. Могу там с похмела лечь на диван и подумать, господи, какое позорище. Потом думаю, боже мой, да мне уже некуда позориться. Что я себе, что я сделал, понимаешь? Главное, ничего, никого не убил рубрика, понимаешь? Никому вреда не причинил. И лежу и думаю, да и слава богу. А ты умеешь просить помощи? Я больше даю, чем получаю. Я это прекрасно понимаю. Меня это устраивает. Я люблю отдавать, не прошу ничего взамен. Мне это не обязательно. Но я всегда знаю, что я могу попросить. Если мне нужно будет что-то серьезное, не важно что, то у меня есть люди, которые мне звезду с неба достанут. И ты знаешь, что есть такие люди в твоей жизни, которые действительно могут тебе помочь, если ты попросишь? Конечно, конечно. Из разных совершенно областей. И у меня очень обширный круг общения. Спасибо за это большое. Здесь у меня туалет. Здесь у меня туалет. Внимание, друзья. Туалет Алексея Житковского. Ты тут, кстати, снимаешь периодически видео. Я снимаю здесь видео. Да, здесь у меня покрасная история всякая разная. Это косметическая. Это больше… Друзья, это шок. Умоляю. Вы посмотрите, пожалуйста. Да нет, здесь на самом деле мало всего. У меня гораздо больше… Это мало всего. Это просто… Это просто косметический рай. Да. Какие условно пять средств, которые обязательно вот должны быть в своей косметичке, в которых ты жить не можешь? Вот что там самое такое основное, что ты всегда покупаешь? Ну, я люблю вот этот очень быстро вот так вот херачишь. Это я забыл, как называется этот бренд. Он называется Шарлотта Тилбери. Шарлотта Тилбери. Да, хорошо. Да, классный очень такой тон. Его, по-моему, в России сейчас нет уже. Ты его наносишь, и он такой вот… Ой, шикарный. Как будто бы ты после косметолога вышла, быстро привести себя в порядок. Так, дай-ка. Вот. Да, он классный. Вот. Люблю вот этот Мак Преп Плюс Прайма. У меня ты в сумке видела, сколько их. А, это вот тот же. Да-да-да, это я тоже им пользуюсь. Вот. Срач, конечно, здесь. Ну и хуй с ним. Ничего страшного. Ну и мне, если честно, до пизды. Вот, короче. Что еще? Что еще? Хуйлайтер вот такой вот быстренько так. А, Рейр Бьюти. Это прекрасная Риана. Да, он такой быстрый. Да. Быстренько так чикнуться. Что еще? Вот это вот люблю очень тушь Гуччи. Классная. Очень классная тушь. А вот из российских, кстати, брендов. Сейчас очень многие начали косметику производить. Мне нравится из российских брендов. Мне нравится… Романова, Крыгина. Романова, Крыгина. Романова люблю. Романова люблю. Романова люблю, да. У нее очень хорошие карандаши. Мне нравится Романова. Мне нравится, что у меня туалет с окном. Я не обращал на это внимание. Так, а что у нас здесь? Слушай, здесь у меня ничего такого. Здесь у меня просто всякие наборы для моих гостей, которые… Можно? Да-да. Которые, в принципе… Для гостей? Ну, для гостей, да. Это, кстати, абсолютно новая. Ну, новая, я же говорю, для гостей. У меня здесь гостевая зона… То есть ты приходишь к Лёше Житковскому, подходишь и просто можешь накраситься, если что. Да, конечно. Для гостей есть специальный отсек. Всякие масочки у меня здесь. Господи, друзья, это целое состояние тут у тебя. Ну, короче, всякие маски, расческа вот новая, если кому-то нужно волосы расчесать, боятся, что у меня вши. Вот. Всякое такое. Одно из самых популярных в твоих интервью у Ирины Шихман набрало какие-то там миллионы просмотров. Там очень большой был резонанс. И особенно в соцсетях и в комментариях там писали о том, что в общем она как-то очень навязывала свое мнение и вела себя непрофессионально. Вот ты сам ощущал это во время интервью? Какие у тебя вообще были ощущения? Я не могу сказать, что она как-то себя вела. Понимаешь, это же тоже нарезка. То есть как бы вела себя как-то вот так вот, что прямо нет. Она как будто бы она нарушала границы. Нет, она хотела услышать ответы на свои вопросы. Да, у нее были четкие вопросы. А я человек, который я четких ответов ни на какие вопросы не даю. Мы уже поняли. Я как бы наговорю кучу воды. И где-то из этой воды где-то будет какой-то ответ. Понимаешь, седьмая вода на киселе. Я такой человек. Вот возможно там писали в комментариях. Я не замечал этого. Но когда я почитал комментарии, там все видно, что он ее раздражает. Там тыры-пыры. Ну как бы, что я ее прям раздражаю. Знаешь, там за кадром или как-то. Ну не было такого, не знаю. Но вот когда я почитал комментарии, да, на нее прямо... Там комментарий, там был разбор. Я даже смотрела одного из блогеров, которые делают разборы. Альберт Сафин, может быть ты слышал о таком. Он разбирал как раз ваши интервью. Внушает она в него, что он не такой, что он плохой. И что говорил? В психологической точке зрения. Ну и говорил, что двойные стандарты, что вот двойные послания. Что она пыталась тебя заставить оправдываться. Он психолог, который по невербалике? Ну физиогномист, да. Вот этот вот вербалик. А, я так люблю такое. И что он делает? У него есть канал? Да, да. А, ну-ну-ну. У него очень классные, кстати, разборы и очень интересные. И там он говорил, что она как будто бы пытается тебе навязать свое мнение. Какие-то переворачивают вопросы и так далее и тому подобное. Я посмотрю, интересно. Что ты очень классно при этом отбиваешься и отвечаешь на это все, что ты считываешь. На тот момент. Я не могу сказать, что я испытывал какое-то, знаешь, там типа вот что-то вот, как-то вот, что я думаю, блин, блин, зачем, к чему все это, надо вот, надо было там что-то это самое. Нет. Она поддавливает спокойно, с улыбкой. Так вот, знаешь, взгляд такой, типа, так-так-так, и чего? Да, и почему? Знаешь, ну вот как-то вот так вот. Так вот вокруг да около. Но у нее большой опыт. Ну тебе казались ее вопросы некоторые бестактными? Я не зациклен на этих границах. Я могу, понимаешь, могу дать, я могу нахуй послать. Поэтому если как бы мне, у меня нет понятия моей границы. Мне просто показалось, что ты, кстати, вот в этом интервью достаточно, ну не агрессивно, но ты обрубал все, во-вторых, ты реально выстраивал границ, у тебя не было такого прям… Я за собой, ты видишь, не замечаю. У тебя не было таких внутренних ощущений. Я вот за собой такого не замечаю, потому что я нахожусь какой-никакой, возможно, да, и сейчас может быть, я не знаю. В какой-то, наверное, для себя стрессовой ситуации, потому что мы сидим, да, мы разговариваем не с тобой не за чашкой кофе, а вот так вот. И, возможно, у меня проявляются какие-то такие обрубания или что-то. Я просто за собой этого не замечаю. То есть тебе не было некомфортно, ты не почувствовал, что твои границы нарушались? Я говорю кому-то интервью или вообще что-то, я ухожу, как бы, я отлетаю, а потом возвращаюсь. Когда все, чик, и потом я уже начинаю думать, что я там такого сказал. Ну ты же смотрел наверняка выпуск сам. У меня впечатления были, что я на каком-то бедлянстве чуть-чуть. В этой кепочке сижу, и я так, типа, что-то как-то вот, какая-то у меня аое какое-то там, знаешь. Я так смотрю, думаю, мне казалось это по-доброму, а я как-то, знаешь, вот как-то так в стиле «Извините, пожалуйста». И ты рассказывала про девушку, которая на протяжении многих лет… Она до сих пор. Да, я даже где-то прочитала вот буквально на днях, что она подаловала на тебя в суд или что-то такое. Она человек пишет моим родственникам, человек пишет несовершеннолетним детям, что там она и то, и все, и пятое, и десятое. И она уже постоянно говорит, что она меня посадит. И судом там, и чем угодно, и пятое, и десятое. То есть все-таки можно какое-то применение найти? Я не знаю, мы посмотрим. Мы посмотрим. Просто она уже перешла все возможные грани. Человек очень хотел у себя внимания. Я скинул, разумеется, все сообщения ее маме. Ее мама делает вишнула, я очень не в курсе, что как бы разбираетесь сами. Я говорю, хорошо, если так, то так, вот. Просто на самом деле это большая проблема, и у нас в стране, к сожалению, нет ни одного закона, который может каким-то образом помочь. Да, нет. Ты знаешь, любой закон, чтобы вообще, в принципе, принять, да, нужно очень большие деньги на это потратить. Плюс к тому, ты же понимаешь, что если на полицию ложится ответственность еще и за вот такие вот дела, ты, получается, нагружаешь работников еще сверху того, что есть. Нераскрытые дела, терапыры, там, какие-то висяки и так далее. Ты нагружаешь их еще поверх, это, соответственно, должно быть увеличение зарплаты. Потому что ты же понимаешь, сколько будет приходить этих писем, подстраивать. А что делать? Вот смотри, была ситуация подобная твоей, у Юлии Карауловой, с которой мы эту ситуацию тоже обсуждали, у Наташи Рудовой. С отделками домой, более того, я тебе хочу сказать, что если однажды к тебе придет мужик какой-то в квартиру и будет ломиться стоять, если выслеживать тебя возле подъезда, если он ни разу не сказал, что я тебя убью, если он ни разу, ну там, не поднял на тебя руку и не просто не поднял, не толкнул хотя бы, то он имеет право там быть. И не важно, что он шизофреник. По закону ты имеешь в виду? По закону, да. По закону, да. А более того, шизофреники умные люди, это не тупые люди. Ну, то есть, как бы, это не говорит, что у них интеллект плохой. И вот он так ходил, и однажды пришел, и возле моей квартиры встал. И просто я вызвала полицию, и полиция ничего не делала. Они даже нас не отделяли, в общем-то. И попросили его на своей машине до участкового доехать. И вообще у огромного количества артистов есть вот такие же похожие ситуации. Да. То есть, проблема в том, что пока на них не нападут и физически, пока кто-то... У меня даже есть подруга, чтоб ты понимала, ее сталкерила девочка на протяжении очень долгого количества лет. И она в итоге выяснила по своим связям, пробив все это, что это дочка одной очень известной персоны у нас из артистов. И она мне позвонила и сказала, а ты знаешь, кто меня преследует? Я говорю, ты пиздишь меня. Я говорю, не может этого быть. Прикинь. Ну, это как бы наверняка случается и, наверное, тоже не первый случай, когда дочка какого-то влиятельного человека, известного человека тоже может стать таким же сталкером. Я просто к тому, что все эти девочки мне говорили о том, что очень страшно, потому что они боятся и домой заходить и так далее, потому что пока... То есть, что им говорит полиция? Пока конкретного... Девочкам страшно. Мне, могу тебе сказать, понадобится помощь как раз-таки моих друзей, потому что как бы эта ситуация уже давно перешла за пределы нормы и эти рамки. Понимаешь? То вот в этом случае я могу попросить спокойной помощи. Мне прекрасно помогут. Потому что, ну, нельзя, понимаешь, нельзя писать несовершеннолетним детям и их загонять. Нельзя вот это вот все делать. Это уже длится столько лет. Ты же понимаешь, что это нездоровая история? То есть, вряд ли она это сознаешь? Это шизофреническая, шизофреническая, шизоидная. Какой-то из этих. Понимаешь? Ну, вот какой выход вообще вот из этой ситуации? Да выхода, слушай, выхода никакого нет. Это обратная сторона медали популярности. Здесь я сплю. Так, прекрасно. Здесь, по-другому, как у меня одеяло. О, боже, оно тяжелое. Здесь килограмм весит. А, это, мне кажется, вот этот бренд Beauty Sleep, да? Который? Не-не-не. Не видишь, что я такой другой. Здесь гиря, и ты под него когда ложишься, оно тебя так накрывает. Килограмм 15 ты весит. Десятку. Десятку, да? Есть по пять, я взял десять. И тебе нравится под таким спать? Да. То есть ты прям кайфанул? В этом что-то есть. Не знаю, что мне нравится в этом. Ну, как бы я накрываюсь так, и меня как бы придавливает, я думаю, ну все, значит спать пора, придавила. Знаешь? Да? Да. Здесь у меня еще не приехал телевизор. Здесь должен был быть телевизор. Да, здесь он пока еще не приехал, поэтому пизду его. Вот. Короче, здесь я уже это самое развлекаюсь. Все. Развлекаюсь. Я хочу тебе сказать, что так комната как-то побольше, попросторнее. А здесь просто поинтимнее, поуютнее. А, хорошо. То есть можно какать и смотреть в окно. Кстати, очень романтично, мне кажется. Вот. Косметика. Косметика. Я пользуюсь новой сейчас. Я не знаю, слышал ты ее или нет. Мне ее обожают, как мне ее прорекламировали. Значит, она… Здравствуйте, Алексей. У нас появилась замена в Алмонту. Есть косметика Мила Мурси, которой пользуется вот это вот из друзей. Дженнифер Энистон. Да. Я говорю, так, хорошо. Мне сейчас Дженнифер Энистон, я пытаюсь ее вспомнить, и я думаю… И… Я что должен сделать? Да, нет, что мне надо сейчас сделать? И она у нас какая-то лицевая икона, или я не понимаю, что я не понимаю. Она говорит, ну вот, короче, я купил себе этот Мила Мурси набор. Нажимаешь, дозатор. Это плеянская помпа, знаешь, и не надо руками вот там вот это все… Ну это как с дозатором с таким. Вот. Это сыворотка я люблю. Нила Мурси тоже. То есть тебе все-таки понравилось? То есть ты ее все-таки купил, а тебе все-таки понравилось? А это вот эти вот тяжеловесы, понимаешь? Да, друзья, это реально весится два килограмма. У меня уже половина закончилась, я уже не докупаю. Но лучше, конечно, чем в Алмонта под глаза вот этого вот Гидро Три Ай, нет ничего. Так, это под глаза, это просто ежедневно. Это сыворотка такая, знаешь. Ага. Да. Вот. Здесь смывка. Смывка, кстати говоря, у них беспонтовая. Вот. Классный, очень дезодорант. Вот этот вот, не знаю, пробовал ты или нет. Да. Я знаю, Drunk Elephant. Это хороший бренд, кстати, тоже. Он такой полуорганический. Сейчас, короче, сижу на Мурсе, пока не понимаю, крутая она или не крутая. Здесь у меня для гостей, если кому-то нужно, это я им потом уже даю. Шикарно. Я хочу быть гостем постоянно. Это у меня здесь типа я им всякие маски даю. Ну, поняла. Масочка Valmon, кстати, это гениальная маска. Это вот она. Нет, или это не там? Это не Золушка. Это не Золушка. Золушка мне не нравится. Не нравится, да? Это уважняющее. А, но Philorgo мне, кстати, нравится. В Испании он почему-то часто продается. А Philorgo она вообще классная. А, испанский. Ну, у нее, кстати, да. Ну, это Элемис я тоже люблю. Да. Поет. Ну, в общем, тут у тебя просто тем, что ты сам не пользуешься, искри даешь. Ну да. Взяла так, знаешь, вот так вот. Так у тебя есть лак для волос. А, да? А, я не знал. Ну ладно. А, здесь у меня видела, что у меня здесь пробники. Друзья, можно? Да, конечно. Достаем пробники. Ух ты. Ух ты. Всякие разные. Слушай, ну опять Вальмон. Ну да. У меня это все Вальмон. Это я беру с собой. Мне кажется, это у тебя веками лежит. Наверное, никогда этим не пользуешься. Потом возьму. Потом возьму. Ну, потом это когда-то. В следующей жизни. Когда-нибудь возьму, конечно. Все должно быть. Все-таки плюшки. У меня все укомплектовано. А там у меня что? А я не знаю. Там какой-то говно. А там артикуласьон био. Слушай, это я все хочу попробовать, но что-то не пробую. Это вот я, это видишь, вот такие вот ампулки. Ахренеть. Их все хвалят, но я вот что-то, если честно тебе скажу. Короче, ты не втирал их еще. Не, их не втирать, их пить. Ага, пить. Черт. Короче, их не втирать, их пить. Они там, кто-то нацелен на детокс, кто-то нацелен на то, на все, на пятое, на десятое. Короче, понятно. Так, а тут на что? Слушай, тут у нас ничего вообще интересного. Ну да, действительно. О, кстати говоря, ты мне говорила, вот я купил. Так ты купил, но ни хера не пользуешься, понятно. А как ты перельешь, как ты перельешь вот это вот сюда, ну понимаешь? Не, ну ты его так раскрутишь. Ничего. А, да ладно, раскручивалась. А я думал, это все сделано так дорого тебе вообще. Так я сюда буду обычную воду наливать и делать вид, что у меня богатство. Да, да, и вот. Так я не буду выкидывать. Ты понимаешь, какая фишка? Вот я тебе подкинула идейку. Боже мой. Ну все. Так раскрофкошно. Да, да, да. Ты достаточно откровенен со своей аудиторией, по крайней мере, мы так все это видим. Нам кажется, что ты вот просто наизнанку себя показываешь, и что такой же, как ты есть вот на экране, что ты такой же реальный в жизни, и что ты показываешь всю свою жизнь. Насколько это правда? Сколько мы видим процентов настоящего Леши? Да, на самом деле, мне кажется, ну на 80, наверное. Твою жизнь тоже на 80 процентов. Я не скрываю, что я пью, хочу бухать в среде недели, я бухаю в среде недели. Почему мне нужно это скрывать, блять? Какого хуя? Ну ты как будто бы публичная личность, инфлюенсеры, подаешь плохой пример молодежи. Да и что мне дальше надо? Я не понимаю. Плохой пример молодежи. Молодежь выходит на улицу, стоят, ждут автобуса, там уже понимаешь, уже в коннекте с теми, кто сидит. Поэтому, ну как бы, я плохой пример молодежи, подать не могу. Подает плохой пример молодежи улица. Понимаешь? И это неоспоримый факт. Ну как будто бы каждый из публичных людей должен влиять положительно на свою аудиторию. Как считается? Я свою аудиторию привношу, это понятное дело. Я свою аудиторию привношу, я многих детей, которые не могут задать вопрос своим родителям, которые они хотят задать, я им задаю, отвечаю на них в формате онлайна. И многих увожу из состояния депрессии, из-за того, чего они находятся, понимаешь, смотря на меня. Поэтому я свою миссию выполняю, но я не могу быть тоже, понимаешь, прямо вот совсем уж себя в списке в лик святых записать. Что мне рассказывать им? Что нет, я не пью просечку? Нет, я не пью просечку. А потом меня увидят, сфотографируют, скажут, а он-то пьет просечку. Понимаешь? Нет, зачем надо? Строите себе целку, великомученицу? Мне вот это вот нужно? Зачем? Гораздо лучше, что да, я никогда никому не говорю о том, что ребята, надо вот это или надо вот то. Не надо, живите как хотите. Но не надо себя в чем-то ограничивать. Ну а вот эти блогеры, которые выкладывают идеальные картинки своей жизни, где у них идеальные фотосессии, выверенные все по цвету. У меня тоже такие, всякие. Идеал. Ну я к тому, что они показывают именно ту часть жизни, которую они хотят показать. И не всегда это… В сторис я показываю свою жизнь. В ленте то, что не удаляется, я показываю просто в стиле для тех, кто зашел первый раз. Сторис – это шлачина. А лента – это такое, знаешь, избранная категория рубрика. Ты очень откровенно всегда говоришь о том, что ты делаешь с собой, и часто говорил о том, что ты хотел сделать нос. В итоге, по-моему, ты говорил, что ты его сделал. Ты рассказываешь про то, что ты за себе вставил какие-то филеры, какие-то там еще что-то делал. Филеры сделал, потому что я похудел на очень многое. Мне нужно было накачать лицо в итоге, но у меня получилось слегка жирненькое. Это такая, знаешь, подотловатость Марфушки. Такая Марфушка. Так, мой вопрос в том, для чего ты, во-первых, делишься этим со своей аудиторией. Ну я не люблю вот это вот все, бред этот весь, понимаешь. А вы делали нос? Нет, мы его не делали. Нет, мы не кололи лицо, это просто выросло. Ну понимаешь, я всегда на это смотрю, на этих людей и думаю, вы дебила, блять. Реально. Что с вами? Серьезно. Ты хочешь всем рассказать, какая ты красивая была, блять, в детстве? Мы твои фотки видели, Кривоноска, понимаешь. Ну что, почему нельзя сказать? Да, я хочу выглядеть для себя красиво. Да, я сделала или сделал с собой тот для того, чтобы мне в моей парадиме, в моей призме, понимаешь, выглядеть для себя красиво. Да, я это сделал. Почему? Это неплохо следить за собой. Зачем постоянно делать вид, что ты такая красивая всегда была с детства или красивой, понимаешь. Ну это же бред, это же все можно посмотреть. Мы живем не в 90-х. У нас есть интернет, он все помнит. Любой косяк, любой проеб. В целом, есть что-то, что бы ты точно себе не делал, ни при каких обстоятельствах, какие-то процедуры косметологические, на которые ты никогда не решишься и не пойдешь? Ты знаешь, нельзя так зарекаться, не зарекайся от самой тюрьмы, понимаешь. Есть ли какие-то такие процедуры? Хм, хороший вопрос. Я бы не стал делать себя комкибиша, точно. То есть удалять их? Да, потому что это очень серьезное вмешательство. Я бы не стал колоть себя в лицо никогда в жизни ли политики. Это очень плохая история. Потому что у тебя потом где-то жир появляется, не появляется, лицо идет буграми, это очень опасно. Я бы никогда не стал себе делать электроэпиляцию. Я бы никогда не стал себе делать четверку пилинга в качестве омоложения. Это что? Потому что это когда тебя сжигают верхний эпидермис в весе, у тебя корка одной, потом вот так сходит лицо. Вот, потому что это тоже очень опасно, это ожог химический. А если говорить про тело, делали ли ты себе какие-то операции? Неа. То есть липосакции? Липосакцию могу лечь. Вот сейчас очень модно ходить к пластическим хирургам и делать идеальную скульптуру, тело мечты, значит, кубики. Да, потом быть беременной, например, и когда ты… Нет, подожди, я не буду пиздеть, какая ты из звезд. В общем, она вышла на подиум беременная, и у нее этот рельеф, у нее беременность была вместе с кубиками. То есть как бы… Это адриана Лима, наверное, да? Ну, есть вопрос. Да, может быть… Мне кажется, да, у нее была такая история. Скульптурирование. Да, скульптурирование, да. Или ты хочешь сказать… Ну, они отсасывают, короче, все это… Ты хочешь сказать, что можно быть беременной с таким прессом? Я не верю в это. Мне кажется, можно. Можно? Потому что у тебя маленький процент жира просто сверху, поэтому у тебя обволакивает просто кожа этот процент. Вообще, в принципе, можно не набирать много килограмм. У меня есть подруги, которые 4-5 килограмм заберем. У меня тоже. У меня он сейчас рожает, но вообще не видно что ли. Очень приятные эти девочки, как бы не относятся к нормальному. Я имею в виду, что у них, ну, такая вот конституция, то есть они, по сути, не набирают лишний вес. У них просто вот их же живот чуть больше становится, и все. У меня сейчас подруга такая же вот на марте сейчас рожать будет. Ты бы лег вот… Да, спокойно я бы это не скрывал. Я бы сказал, ну, да, я же разжирел сейчас на 10, сейчас скинул 6 опять. Я все постоянно вот в этом вот… Чик-чик. Но ты говорил про то, что у тебя было расстройство пищевого поведения. В чем оно выражалось? У меня были предпосылки. У меня, если открыть старые, мне ставили, что у меня, типа, да, есть к этому такая предрасположенность, потому что, когда я чего-то там хочу, там, например, похудеть как-то очень сильно. Я просто сейчас смотрел, когда свои старые фотографии, я реально стою, и у меня нога как рука по размеру. То есть это такая некрасивая худоба, и мне казалось, что это так красиво, и я просто как бы думаю, блять, в каком плане вообще? Что со мной было? То есть это у тебя анорексия была в тот момент? Это была такая начальная стадия, да. Потому что я как бы просто, вот у меня вот были вот такие ноги, и мне казалось, что это так круто. Это просто какая-то нереальность. И потом мне стало казаться, что на самом деле нет, я полноватый, надо еще немножко скинуть. И потом мне уже мама сказала, что Леша, куда немножко еще-то? Куда уж чуть-чуть? И потом как-то меня перемкнуло, и я решил чуть-чуть подотъесться. Подотъелся. Вот. Сейчас опять немножко сбрасываю. Но до такой степени, до которой я был, это, знаешь, как какое-то помутнение было. Нет, смотри, расстройство пищевого поведения, оно вообще бывает… А, нет, я понял. Я тебе просто рассказывал об этом. Поел, поблевал, у меня, конечно, тоже такое было. Спокойно, разумеется. То есть это такая форма… Но это не входило в систему. Это входило в систему только если я жрал после двух часов ночи. Поел, захотелось очень сильно поесть. Или у меня была тема, я ем, жую, 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 выплевываю. И, типа, думаю, ну все, покушали. Сверху теплая водичка запили. Ты понимаешь, что это все, то, что ты рассказываешь, это, в принципе, все виды расстройства пищевого поведения. То есть, если человек, в принципе, запаривается на тему еды, на тему своей фигуры и все остальное. То есть это может быть форма, которая не приносит ущерба твоему здоровью. Но это все равно форма, когда ты заморачиваешься, запаришься. Это все равно является частью расстройства пищевого поведения. Ты, слава богу. Ну и что? И что теперь с этим делать? Нет, ты об этом рассказал. Просто так как сейчас огромное количество девочек, особенно, чаще всего, кстати, девочек, страдает расстройством пищевого поведения. И очень многие сейчас мамы, родители ищут, как их детям помочь. Потому что, на самом деле, это действительно форма психического расстройства. Я могу тебе сказать, что да. Потому что я сейчас, когда с тобой разговаривал на ту тему, которая, что я смотрел свои очень старые фотографии, где я прямо в момент очень сильно худой. Я понимаю, что это такое, потому что тебе кажется, что все в норме. У меня не было такого, что у меня вот такие ноги, как руки. Я не видел в этом ничего такого. Мне казалось, что я выгляжу, типа, нормально. Ну, вот что помогло тебе в тот момент как-то взять себя, условно, в руки или, там, начать над собой работать, над своей уверенностью? Я не знаю. Ну, вот, как ты справляешь? Комфортная среда обитания, наверное. Ты знаешь. Отдержка людей, любовь их, ощущение. Слушай, мы так с тобой меня выставляем, как бы ты понимаешь, я излечил себя четвертой формы анорексии. У меня был, ну, блядь, был недобор веса, но я, как бы, у меня не было такого, что я работаю. Поэтому относишься и так про это говоришь, но на самом деле тебе бы сказали, что это действительно форма… У меня просто была булимия какое-то время. Я поэтому знаю, я изучала этот вопрос очень глубоко, что я поэтому понимаю, о чем идет речь. Я не просто так говорю, начитавшись каких-то пабликов. У меня, как бы, есть база, откуда я это говорю. Поэтому любые такие моменты… Просто есть люди, которые сами могут их преодолеть. То есть у них какая-то короткая фаза в жизни, когда у них это расстройство происходит. Оно тоже связано с какими-то травмами. Порой это детские травмы, порой это еще какие-то травмы. Но это с чем-то всегда связано и чем-то обусловлено. Поэтому сегодня я уже там с высоты своего возраста могу там вспомнить, проанализировать и понять, что мне помогло в тот момент преодолеть, пройти этот путь и так далее. Вот что помогало тебе просто? Слушай, да мне на самом деле как-то сам из этого вышел. Я понял, что как-то я, знаешь, отвлекся. Как-то все так, череда каких-то событий. Что-то как-то там тут пожрали, там пожрали. Не знаю. То есть посоветовать условно каким-то родителям? Я могу посоветовать только одну вещь. Я могу посоветовать только одну вещь. Как помочь своим детям? Я не могу посоветовать родителям. Потому что родители совершенно разные. Есть родители невротики, есть родители, понимаешь, которые просто в целом рожают ребенка для того, чтобы на нем отыгрываться. Отдавая его, будь то на кружки, на секции, на которые он совершенно не хочет ходить, думая, что это ему во благо и реализуя в нем то, что не реализовала ты в себе. Понимаешь, отдавая дочку в балет, у которой потом был такие вот костяшки на ногах, которая не хотела идти в балет, не хотела соблюдать эту диету. Но ее мать, понимаешь, которая, блядь, не смогла себя сдержать в питании, она не смогла пройти в балетную школу. И поэтому ее дочка будет в балете, который ей нахуй не нужен. Со своими проблемами, с конечностями и так далее. Да, это вот отдельная история. Есть родители, которые рожают детей для того, чтобы на них приходить. Их начали, они по жизни, понимаешь, лохи. Вот. Ни говна, ни палки, ни ложки, блядь, ни котенка, ни ебенка рубрика. И они приходят, начинают отыгрываться на своих детях. То, что ты дитя полуухебаный. Ты вот говно. А я супер. Посмотри на меня и посмотри на себя. Что ты из себя представляешь? Ты чмо. А делают они так, потому что они из себя в жизни ничего не представляют. Понимаешь? Ничего не добились. Ни денежно. Ничего. Никак бы то ни было еще. Ни в обществе. Нигде. И вот они приходят. И поскольку они не могут ничего ответить этому миру, они отыгрываются на своем ребенке. Ну а для таких родителей, которые все-таки внимание уделяют своим детям, их любят и хотят их спасти, помочь. Вот что можно им посоветовать там условно? Я могу посоветовать только девочкам сказать, что я не могу на себя брать ответственность и рекомендации. Я не психолог. Я могу сказать девочкам только, что никаких фуросимидов и никаких таблеток, которые выводят из организма воду, пить ни в коем случае не надо. И не надо жрать никакие вот эти вот таблетки, которые понижают аппетит, потому что это все верно. Сейчас аземпик вот этот препарат. Аземпик я думал себе колоть. Я не буду это скрывать. Я спрашивал у врачей. Я консультировался с ними. По факту это препарат, который для диабетиков. Он снижается на уровень сахара в крови. И аппетит. На нем похудело семейство Кардашьян. Не только. Сейчас и Голливуд, и наших очень много артистов. Ну вот, да. Я думал себе его проколоть. Я этого пока не делал. Я не исключаю, что я это буду делать. Я обязательно это скажу, если буду делать. А ты сейчас в каких отношениях со своим телом? Я в спокойных отношениях со своим телом. Я нахожусь в состоянии полной гармонии с собой. Да, мне не нравится, что я не влезаю в некоторые свои дорогущие вещи, но я их перешью. И все. Друзья, я так люблю смотреть чужие холодильники. Обычно мы приходим, и там реально мышь повесилась. В принципе, нет ничего. Какие-то остатки еды у Леши. Тут просто роскошь. Я очень люблю, чтобы у меня было все забито. Я могу это не есть, это может гнить. Потом какому-нибудь нелюбимому гостю я могу это дать. Ты сам ездишь за покупками в магазин? Нет, я заказываю. Я заказываю доставку. Ну, слушай, ну мне переть вот это все. Я что, по-твоему, лошадь ломоваешь, что ли? Ты меня извини, конечно. Люблю очень рыбные завтраки. Вот, поэтому у меня… Давай, достаем, покажем. Я люблю… Последнее время стал любить икру щуки. Кстати, вот это вкусная реальная вещь. С лучком, с яйцом, лучком. Вкусно, поняла? Я просто лук не люблю ни в каких видах, поэтому… О, ну тебе тогда ко мне, блять, на ужин, это спорно. Да, да. Короче, икорные всякие истории. Люблю… Крабовые палочки. Нет, это… А, это крабовые что? Паланги. Простите. Крабовые палочки… Я делаю крабовый салат с крабовыми палочками. А крабовые фаланги я люблю на бутербродик сверху. Слушайте, вкусно, кстати. Вот, да. Сейчас рассказываешь и сейчас есть захочу. Моцарелла. Фрукты очень люблю. Колбаска. Это колбаска, да, вот? Можно, да, я… Да, нет, это бекон. А, это бекон. Это бекон, это я делаю себе завтрак по-английски. Люблю. Ну, такую вот прекрасную… Ой, рыбка. Такая прекрасная рыбка. Вот. Всякое такое. Что еще? Огурцы. Огурчики. У меня всегда есть… Огурчики, друзья. Ну, это прекрасно. Да, я люблю еще, знаешь что, у меня всегда есть… Ну, это по кубные, правильно? Да-да-да, я сам не делаю. Огурцы минутку я делала, ты просто не успела. Это когда ты в пакет, ты поняла? Замариновываешь в пакете. У меня всегда есть греческий йогурт и всегда есть соленые огурчики. Я люблю делать себе греческие дадзики. А, а я хотела сказать, что, знаешь, обычно говорят, что когда вот это все помешаешь, тебе может быть плохо. Да, люблю делать такое. Фрукты люблю, что… Люблю очень ананас. Так. Всякие ананасы. Ну, всякие, короче, фрукты. Очень люблю вот этот фрукт. Хочешь? Нет. Ну, и не надо. Вот, короче, манго там всякие. Очень люблю заказывать себе сырники творожные с вишней внутри. Они прям внутри? Пиздец, сырники просто разъёбачка. Значит, ты разрезаешь и там внутри вишня. Они сами сладкие, а внутри вишня кислая. Такое просто буйство вкусов. Ну, здесь, ну, видишь, он вообще не полезный. Слушай, что мне это… Сахар. Крупа манная. Слушай, давай… Слушай, это вообще не полезно. Ты вот у меня была… На улице у меня была… Я просто ищу зож в этом во всём. Короче, что сосисочки, персики там всякие, зеленушку очень люблю свежую обязательно. У меня очень большое количество зелени. Да, зелени много. Или лук зеленый, который я тоже не люблю. Я готовлю. Я готовлю. Я готовлю очень много с зеленью всего. Редиска. Короче, у меня должно быть всё, чтобы я захотел сделать себе салат по-деревенски. Вдруг ты в какой-то момент подумала о том, что хочешь. И у меня редиска всё. У меня есть там фета греческий, маслины то-сё, пятое-десятое. Ай, я тебе покажу сейчас эту свою посуду. Ты обосрёшься. Ты подожди. Во-первых, обосрусь. Во-вторых, я хочу посмотреть… Посмотреть на морозильник, понимаешь? У меня ещё половина не доведена, но я тебе показываю. Смотри. Ты обещал мне морепродукты какие-то бешеные. Там, грибешки. Да я не обещал. Что ты из меня делаешь? Мы не видели там своих бешеных морепродуктов. Я сама залезу. Давай. Так, это что у нас? Это у нас грибы. Это я люблю делать грибной суп. Или там, например, сделать рагу. Это замороженные грибы. У меня всегда на зиму я беру. Прекрасно. Грибочки ты любишь? Да. Это у меня эти самые. Это у меня, ну, эти самые. Ракушки. Вонголи. Вонголи, да. Они какие-то здоровые у меня. Это да, они гибрид. Какие-то чернобыльские. Я не знаю. Мне кажется, что это спизала. Мне кажется, меня наебали. Но я на самом деле не разбирался пока. Ладно, она лежит, ждёт своего чака. Дальше. Погнали. Здесь у меня для спагетти с морепродукцией. Я люблю через, знаешь, так быстренько всё делать. Это то, что ты как раз хвалился, рассказывал. Видишь, у тебя гребешок есть. Здесь у меня кальмар. Это осьминог. Это мидии, моя любимая. Это стейк лосось. Так ты не наврал нам, короче. Смотри. Ну, нет. Сказал правду. А здесь у меня всякие креветки и тоже грибы. Я, как видишь, люблю замороженные грибы. Мяса у тебя нет ни курицы, ни мяса, ничего только рыбное. А я не считаю нужным замораживать курицу и мясо, если честно. Потому что это такой продукт, который нужно есть сразу же. Это какое-то не то. Да, ну как бульон. Как-то у меня не ассоциируется. Руки теперь воняют. Да, честно. Ах ты туда полезла. Что тебе надо, понимаешь? Больше всех. Вот это у меня моя любимая штучка. О, так. Вот это у тебя загажник, да. Я вижу. Да, это у меня компоты тут. Это у меня всякие вот такие вот на стол. А тебе часто гости приходят? Да, постоянно. Чтобы ты их угощал. Я очень люблю, чтобы ко мне приходили, жрали. Так прекрасно. А вот это что у тебя тут? Что-то вкусненькое. Это такая штучка, хочешь? Хрустящий. Ты ничего не хочешь. Нет, я не хочу ничего. Это у меня багет. Это хлеб, который вредный. Я его люблю. Да, я вижу. Знаешь, он мне нравится, что он годами может быть, ну таким, поняла. Стоять и всегда мягенький. Вот, посуду пойдем тебе покажу. Давай. Я вкусно. Я, короче, окончательно юбнулся и пошел и купился набор Бордело Пинеро. Мне захотелось, вот. Друзья, это просто… Мне захотелось, потому что мне, я в безумном восторге. Такая красота. Меня все захуесосили. Я сказал, не вам с этого жрать, поэтому не пиздите. Один большой баклажан. Да, такая. У меня там всякие супницы в виде… ну вон, видите, там посмотрите. У меня там супницы в виде… Вообще. Видишь? Я в шоке, друзья. Салатница. Просто лист салата. Да. Там вот эта подставка под сыры с улиткой. Ой, господи, какая красота. Понимаешь? И я, короче, пошел и сошел с ума. Ну никто не удивился, на самом деле. Это посуда чисто для меня, понимаешь? Ну нет, ну подожди, ты наверняка, когда людей в гости приглашаешь, ты на ней тренируешься. Она мне недавно с нее еще никто не ела, целка. Ну, детственница. У меня сейчас такая, смотри. Давай. Вот это мне нравится еще. Это я в ресторане увидел. Как красота. Это Ланкастер Гарден. Приятно, да? Ну короче, у тебя прям много красоты, я смотрю. Я люблю красивого есть с утра. Как свой день начнешь, так его и проведешь. То есть очень важно, на чем будет у тебя свой завтрак. Ну да, если ты ешь какого-то хрючего, то и день как хрючего, знаешь. Скомканный какой-то. Поэтому я не хочу. Хочу, на самом деле, цитаты из твоей книжки привести, чтобы мы с тобой немножко о них поговорили и прокомментировали. Инстаграм удивительная вещь, где пересекаются как человеческое говно, так и собственная лесть. Что ты хотела этим сказать? Ты имеешь в виду комментаторы, которые пишут или ты в целом… Я имею в виду люди, которые друг друга ненавидят, пишут им комментарии. Ты такая зайка, такая лапочка. Господи, ты лучшая. А ты знаешь, что… А я знаю, я просто читаю на это, смотрю. Господи, какое же это чмо. Как же ты любишь вашим и нашим спляжам, блять. А ты как к лести относишься к похвалу? Я всю жизнь не люблю. Мне не нравится это совершенно. Я не понимаю, зачем мне сидеть и рассказывать обо мне. Я не хочу, мне интересно. Это меня может… Вот это… Меня можно этим смутить. Меня мало чем можно смутить. Я просто не понимаю, что мне надо говорить людям, которые мне это говорят. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, спасибо большое. Боже мой, так приятно. Спасибо большое. Ты не веришь их словам? Я верю их словам. Просто это меня ставит немножечко в неудобное положение. Я не понимаю, как мне реагировать на это. Как мне, какую мне эмоцию проявить. И как правильно реагировать на такие вещи. Говорить спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Родная. Знаешь? Ну, как бы… Не знаю. Мне не очень нравится это. Отношения делятся на два типа. Либо бытовуха, либо вечная любовница. Вечная любовница – это что такое? Вечная любовница бывает такой очень редкий тип брака – вечная любовница. Когда у людей не теряется друг другу вообще тип из серии. Пойдем ебаться, я не знаю. В примерочную, блять. Понимаешь? Я не знаю ни одной пары, которые по 25 лет вместе… Я знаю, я знаю такую пару. Такая же пара. У меня есть такая пара, 17 лет они вместе. У них такая любовь, что там просто невменяемая какая-то любовь. Нет, любовь-то она может быть. Но иметь в виду, что здесь же не только про любовь речь идет. Я правильно понимаю? Про физические какие-то контакты, близости. То есть когда ты хочешь человека все время. Это понятно. Но еще, понимаешь, очень важный нюанс, чтобы друг другу люди не угасали в плане интереса общения, а не в плане только ебли. Мы же не кролики. Я просто это прочитала именно так, как любовница в моем представлении, что это что-то связанное с физической близостью. Это тоже. В том числе я имею в виду, что еще есть также бытовуха вечная и вечная любовница, что типа есть женщина вечная любовница. У меня с двух сторон это написано. А по поводу бытовухи, слушай, любые отношения, я всегда говорю, что любые отношения, это бартерная система, как бы мы не хотели. Бартер. Я даю, ты мне тоже что-то должна давать. Нельзя так, чтобы все в одни ворота. Понимаешь? Секрет долгих отношений в личном пространстве нельзя находиться вместе 24 на 7. Почему? Ну потому что… Есть огромное количество пар, у которых… Нет, но у них есть все равно. Они даже работают часто вместе. Понятно, но у них все равно есть свое личное пространство. Своё личное пространство в телефоне, свое личное пространство в кабинете. Какое-то место личного пространства у каждого человека должно быть. Я всегда говорю о том, что нельзя постоянно быть вместе 24 на 7. Нужно немножечко передохнуть. Чуть-чуть. Даже если вам хорошо вместе. Нельзя постоянно… И вместе мы и работаем, и вместе и тусим, и то, и все, и пятое, и десятое. Потому что это заебет в один момент. А ты собственник? Да. Особенно. Да, я, да. Я… Ну, нет, я не устраиваю никогда драм никаких. Я делаю все по-хитрому. А ревность присутствует? Я могу ревновать. Но я, если только выпью, это показываю. То есть, как бы… Ты просто не показываешь, ты подавляешь это? Я делаю так, чтобы меня начали ревновать еще больше. То есть, если ты чувствуешь ревность… То есть, если ты чувствуешь ревность… Я не подаю виду, что я ревную, но я делаю такие вещи, чтобы меня начнут ревновать в два раза больше. Ну подожди, но ревность у тебя обычно на чем-то основана, или обычно не основана, ты сам себе… Она основана. Она основана бывает. Обычно основана. Бывает основана, бывает не основана. А если не основана, думаю, ну им похуй, пусть поревнует меня. Значит, пришло время этих игр, этой драмы. Ты любишь вообще драму в отношениях? Тебе важно, чтобы… Я иногда люблю выпить и устроить драму, да, бывает. Написать. Просто есть люди, которые не могут без вот этой драмы в отношениях. То есть, как будто бы они перестают жить. Когда нет вот этой страсти, когда разборок, выяснений, они все время хотят там что-то там друг другу высказать. А есть люди, которые действительно любят… Некоторые называют это страстью, ты знаешь. Это называется… Некоторые называют… То, что ты говоришь, это… Некоторые называют не драмой, а страстью. Так страсть проявляется. Придуши чуть-чуть, блин. Ну ты вот в какую категорию входишь? Тех, кто любит страсти, выяснения и драму? Нет, драму я не люблю. Ну хорошо, страсти, которая просто… Ну страсть вот это… Да, я люблю. Этот стиль сряла клон. Понимаешь? Мне нравится. Так. Я всех мужчин разделяю на категории. Радио «Бизнес.ФМ», «Эхо Москвы» и «Русское радио». Да. Что это? «Бизнес.ФМ» богатые. «Эхо Москвы» – это такие, знаешь, поговорить о высоком. А «Русское радио» – это вот эти вот наши рубаха парня. Три категории. В твоей жизни больше в окружении какой категории? Слушай, моих друзей категории, наверное, «Бизнес.ФМ». У меня все мои друзья влиятельные люди. Они вообще вот это вот все, что мы с тобой этим вот этим занимаемся. Они очень понимают. Вот этими твоими съемочками, этими бартерами, этими рекламками у нас там, знаешь, они просто на это смотрят и думают, господи, какое это все пиздец. Что это за идиотизм, понимаешь? Для моих друзей это все, конечно, вообще какая-то такая история непонятная. Непонятная, что это. Какие-то социальные сети, кому они нужны? Они говорят, настоящие, нормальные. Люди никогда не будут сидеть ни в каких социальных сетях. То есть у них социальных сетей нет. Потому что никто не хочет, чтобы приехала налоговая, понимаешь? Мне также не всегда понятно, когда мужчина имеет виды на женщину, которая зарабатывает значительно больше, чем он. Мне это правда непонятно. Ну почему? Бывают же отношения, которые… Ну подожди, ну хорошо, бывают отношения, мне это не ясно. Потому что, ты понимаешь, ты, блядь, претендуешь на «Мерседес», а можешь обслуживать только «Ладу». Ну в целом, по большому счету. Подожди, но может быть у тебя есть желание дальше претендовать… Если у тебя есть желание… И ты можешь добиться чего-то. Сейчас ты в начальном пути. Я сейчас объясняю на обычном примере. Блядь, богатая тёлка, у неё обвесы, у неё путешествие в пятизвёздочные отели. Что можешь ты ей предложить? Ты можешь предложить быть её таким вот рядом, таким вот… Помнишь, как у Гарри Поттера был? Добби. Да? Таким вот неким Добби. Что ты можешь ей сказать? Ты можешь ей что-то запретить, может быть? Она тебе скажет, ты не охуел, мальчик? Ты ещё типа немножечко, блядь… Подожди, если она влюбится, если она влюбилась… Понятное дело, моя подруга сказала потрясающую фразу. Любим папиков, влюбляемся в бомжей. Всё. Дело не в этом. Я рассказывала это не к тому. Я рассказываю это к тому, что мужчина, любой нормальный, никогда не будет запрыгивать выше своей головы. Потому что у мужчины, у любого нормального мужчины, у него есть чувство понятия восприятия себя и оценочное суждение себя. Да? Он понимает, на что он претендует, на что он соответствует. И когда ты начинаешь, понимаешь, работая, грубо говоря, менеджером какой-то средней фирмы, претендовать на девочку, которая учится в ГИМО и ездит на майбахе на заднем сидении, возникает вопрос. Она за тебя будет платить в ресторане? Или ты за неё будешь платить в ресторане? Или, может быть, у вас будет по-европейски separate? Или вы куда-то будете ходить не в ресторан просто, а дома есть. Понимаешь? А девочка на майбахе дома, ты думаешь, привыкла есть до хуя? Может быть, она тебе на первом свидании сама изготовит ещё? Нет, ну смотри, ты сейчас берёшь крайности, но есть же мужчины, которые в начале своего пути, например, он очень талантливый, инженер, разработчик каких-то программ, вот сейчас написал какую-то нереальную программу, которая должна за миллиарды, миллионов. Ну что, у тебя много было таких мужчин в жизни? Стали миллиардерами? Давай по форцу пройдёмся, посмотрим, кто там у нас. Ну ладно, у каждого вот этого Форбса наверняка в начале своего пути, может быть, они влюблялись в девушек. Слушай, в начале своего пути, я всегда говорю, отличные отношения в начале своего пути начинать, когда вы вместе на одной ступеньке. И в любом случае, как бы то ни было, женщина делает своего мужчину всё-таки, это факт. Потому что какую погоду в доме женщина производит, такая, соответственно, погода на работе и во всём остальном происходит у мужчины в жизни. У меня есть огромное количество примеров, которые мальчики были такие, стали сейчас вот такие, сидят уже очень высоко. Вот, которых я знал, когда они ещё только вообще там чуть ли там, понимаешь, не в магазин по скидке искали, ходили. Вот, а сейчас уже сидят в своих кабинетах, уже я приезжаю, я уже чуть ли не понял имени отчества с ними. Здравствуйте! Ну, они со своими женщинами остались, которыми они начинали? Да, они остались со своими женщинами. Разумеется, у них там есть любовница и что угодно. Разумеется. Почему разумеется? Ну, потому что мужчина иногда устает от быта. Не каждая женщина может быть идеальной во всём, понимаешь? Иногда женщина может устать делать из своего мужчины какого-то там, да, того, кого она хочет видеть и делать погоду в доме и начать его чуть-чуть подпиливать. И он, разумеется, в силу своей натуры хочет немножко подсъебать от подпила и уходит налево там, где он никогда не разведётся и никогда с ней не будет. Но, тем не менее, он просто хочет вот сейчас отвлечься так, но он всегда будет возвращаться домой, банковская карта всегда будет у тебя. Конечно, мы не исключаем тех случаев, что любовницы иногда живут лучше, чем жены. Иногда. Такое тоже бывает. Вот. И иногда всё-таки мужчины уходят к любовницам тоже. Такое тоже бывает. Ну, если мы говорим о том, о чём мы говорили с тобой изначально, когда это всё вместе постепенно. Да? А не так, что… Бывает и такое. Да. Ну, потом мужчины в итоге остаются иногда с хуем, иногда и женщины, кстати, остаются. Поэтому я за то, чтобы всё-таки вот отношения должно быть для меня в отношениях обязательно… Как это сказать? Равенство. Да. Равенство. Равенство. Равенство в деньгах, равенство во всём. Вот. Потому что, ну, в любом случае, мужчины так устроены, что они, понимаешь, любят что-то запретить, или что-то сделать. А женщины так устроены, что они могут совершенно спокойно сказать то, что они думают, и сделать это в такой форме, что это просто разобьёт их мужчину навсегда. Вот. Одно какое-то слово матери или женщины может сделать это мужчину, понимаешь, потом… Я никогда не вступаю в какие-либо перепалки. Если меня пытаются втянуть в ссору, я отшучиваюсь. Мне говорят гадость, я тоже отвечаю гадостью, но дипломатично, без оскорблений и с юмором. У меня иногда парафинят какие-то там, опять же, блогеры, да, парафинят меня в социальных сетях, что типа вот… То есть всё-таки есть какие-то хейтеры, которым ты не нравишься? Ну, у меня есть там пара, тройка, которые любят вот сделать на моём имени там что-то выход, немножко добавить все коэффициенты просмотров. Понятное дело, не миллионных, но там выходят. Вот, какие-то там добавят моих этих грошечек, коврищек, бл**ть. Бывают такие, я никогда не отвечаю, потому что спасибо вам большое за пиар, пока вы обо мне говорите, моё имя оно живёт, но я вам пиар делать не буду, а вы мне сделали. Это ваши проблемы, это ваша дурость, и вы на этом, если живёте, если вы живёте этим негативом, то я им не живу. Мне очень приятно, что вы обо мне поговорили, очень приятно, что вы обратили обо мне внимание, да, но я просто как бы иду дальше. То есть, получается, любой пиар, да, пиар, так или иначе, чтобы все о тебе говорили. Самый лучший пиар – это чёрный пиар всегда, все говорят, я же заканчивал, фенек. Я никогда не проявляю эмоции слишком бурно, это опять же слабость. Ну, бурные эмоции я не проявляю вообще в принципе, потому что, ну, перехождение на личности и вот это вот всё – это прежде всего слабость. Самое страшное, что всех во мне раздражает, когда кто-то со мной ссорится, это моё спокойствие. У меня нет гендерной дисфории. Я понимаю, что я мальчик, то, что у меня в паспорте, то и в жизни, я не с другой планет, я не какого-то третьего пола. Тебе достаточно часто этот вопрос задают по поводу смены пола. Не обижают ли тебя вообще эти вопросы? Почему у тебя постоянно… Слушай, ну почему меня должны это обижать? Мы живём в обществе, которое… Понимаешь, не у всех такие семьи, как у меня. Я всегда говорю о том, что моя семья, она совершенно и мой отец, и моя мама, и папина жена, и моя девушка, и моя бабушка. Все совершенно спокойно. Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не вешалось. И это здорово, потому что мне не нужно, понимаешь, себя загонять в какие-то рамки. Я не несу никому ни вреда, ни окружающим, никому ничего. Я живу, как я живу. Если мне это нравится, и я понимаю, что я совершенно не для всех формат, я не 100-долларовая купюра, понимаешь. Вот, я тот ещё подарочек, блять. Я прекрасно это понимаю для себя. Меня это не может обижать, потому что я понимаю, что для нашего общества есть вопросы. И если они есть, то это нормально. У каждого человека… Что тебя не бесит, не раздражает, что каждое второе интервью у тебя… Ну слушай, мне не должно это бесить и раздражать. Просто донести свою точку зрения и свою позицию, что мне, ну так мне нравится. Так бывает, понимаешь, что нравится, ну вот то, что нравится не многим или не всем. Один из самых залайканных комментариев в YouTube под твоим видео, под интервью с тобой такой. Вот где можно применить выражение, встречают по одежде, а провожают по уму. Умный мальчик – одно удовольствие слушать. Вот как часто вообще люди обвиняют о тебе мнение после общения с тобой? Ты знаешь, я на самом деле не вызываю диссонансы между социальными сетями. Понимаешь, вызывают диссонансы обычно те люди, которые начинают рассказывать о том, что мы не пьём, не курим рубрика. Да, а на самом деле втихаря пьют и курят, их потом встречают и говорят, блин, она же говорила, что он на ЗОЖе. А я так, в принципе, ничем особо не отличаюсь. Хочу ещё одну твою цитату тебе прочитать. Вообще, причина, по которой я не праздную свои дни рождения, не какая-то тайная. Я просто не понимаю, что прикольного в том, что ты на ещё один год ближе с пизды в могилу. Ну честно, что в этом такого прекрасного? Жизнь — это большой длительный рывок из пизды в могилу, я всегда это говорю. Я чувствую себя и так бабкой уже, я всегда говорю, что всю жизнь был бабкой. Мне всегда говорили все, Лёша, ты бабка, старая бабка. Привет, чем занимаешься? Мне 16 лет, я мариную огурцы, понимаешь? Или я тебе показываю, что я грибы на зиму запасаю, ёб твою мать. Суп себе я хочу сварить из белых грибов, понимаешь, зимой. Не варю его, но меня греет, что это у меня есть. Компоты по 4 литра у меня стоят, нахуя они мне? Просто мне нравится, что они у меня есть. Я всегда говорю, компотик хочешь? Нет, не хочу. Я думаю, ну и нахуй, постоят еще 5 лет. Я просто не люблю, видимо, это повышенное внимание к себе. Мне этого хватает в обычной жизни. Я не хочу этого повышенного внимания, чтобы все, вот, сегодня твой день, все тебя там почитают, в жопу целуют, понимаешь, воду из-под ног пьют. Мне вот это вот все, мне это не интересно. Не хочу, зачем мне это надо? А взросление, оно тебя пугает вообще? Пугает ли меня старость? Да ты знаешь, честно тебе могу сказать, не хочется доживать до такого возраста, когда ты не можешь сам себя обслуживать. Ты говорил, кстати, что ты до 70 лет максимум хочешь. Вот 70-75 это идеально. Ты еще говорил о том, что ты вообще боишься, что умрешь в одиночестве, и вообще у тебя будет какая-то трагичная очень смерть. Почему вообще тебя этот вопрос интересует и волнует вообще тема смерти? Почему я говорю? Где такое говорил? Расскажи. Ты говорил с кем-то ты вместе был. Прочитай мне. Я сейчас тебе прочитаю. Я сейчас вспомню. Что у тебя будет судьба полная одиночества и вообще трагическая судьба. Суждай, причем с мальчиком. А может мне захотелось просто в интервью добавить немножко драмы? То есть у тебя таких мыслей на самом деле нет? Да нет, у меня нет такого, что я прям типа в одиночестве. В одиночестве нет. У меня такого нет. Ты знаешь, и на самом-то деле в этом нет ничего страшного такого, даже если ты в одиночестве. Что у тебя якобы будет жизнь какая-то очень драматическая, и смерть какая-то, как я понимаю, тоже драматическая. Мне было бы интересно. Вот мне интересно. Мне на самом деле, я спрашивал у людей, которые там гадают и так далее, они мне сказали, что у меня очень интересные вообще на руке вот эти вот все истории. Линии, да? Они мне сказали, что у меня так все отовсюду ответвляется. Они говорят, ты типа вот свою жизнь, ее как бы строишь. От меня зависит все, к чему я иду. Вот. И они говорят, ты будешь жить до старости. Так подожди, мне кажется, что это только у тебя или это вообще в принципе человек сам? Нет, ты знаешь, нет, нет, нет. У людей четкие линии, по которым понятно. А у меня из этих линий под линии, которые как бы читаются, они говорят, ну вот сюда можешь пойти, вот сюда можешь, можешь вот так. То есть жизнь развернется в такую сторону, как ты захочешь? Я вступлю, да. Потому что у меня какие-то вот такие решения, которые я принимаю в своей жизни, они какие-то говорят, ты не принимаешь никаких решений таких вот. Типа это, у тебя есть какое-то решение, оно какое-то обязательно судьбоносное. То есть как бы учти вот это. Причем это не один человек сказал. А почему ты вообще часто говоришь о смерти? Я слышала не в одном интервью о том, что ты в принципе задумываешься о каких-то болезнях, что я могу там вдруг попаду сюда, упаду, может разобьется. Да я не говорю о смерти, я говорю как есть. Вон у меня сейчас аккуратно скидывают, понимаешь, остатки со снега. Выйдешь, бабаху, все, понимаешь. Шутки с шутками, но тем не менее, слушай, почему? Это интересно. Ну реально, это интересно. Каким ты свой последний день представляешь? Я не знаю, я не задумывался об этом до конца. Я, мне кажется, что это будет как-то спокойно. То есть без какой-то гандавни. Здесь у меня гардероб, здесь... Вау, друзья, мы в гардеробной Леши Житковского. Леша, тадам. Здесь у меня гардероб, здесь у меня такой творческий немножко беспорядок. Это мне подружка, моя Катька. Я не могу сказать, что ты творческий беспорядок, у тебя в принципе здесь порядок. Вот, а здесь моя подруга Катька сказала, Леш, мы должны сделать тебе алтарь, поэтому здесь мы ничего не вешаем. Тут реально, тут реально алтарь. О боже, это весит тонну. Да, это Страс Сваровский. Обалдеть. Это кто тебе, вот она подарила? Нет, это мне, когда у меня диджей-сет был, это подарил мой подписчик. Обалдеть. Его звали Дмитрий. Ну это ты тут, собственно. Написано сзади просто Дмитрий. Подожди. А? Написано сзади Дмитрий. И ты думал, я запомню, да? Помню все. Не, написано. А Дмитрий, да. А Дмитрий, ну это ты. Да. Твой портрет. Да. Хорошо. Это моя фотография из запрещенограмма. Запрещенограмма? Да. Это я, значит, в Париже немножко сошел с ума. Это я зашел в Лабутен, не мог выбрать какие. Мне так понравились вот эти вот. Я на них, кстати, ребро... Да. Ребро треснуло. Я на этих вот так вот вышел. Пум-пум-пум. Головой под колесо машины. Вот. Ну, короче, мне очень нравится. Но ты больше человек обуви или человек сумок? Ой, сумки у меня еще не все, к сожалению, приехали. Вот. Но я больше человек... Я аксессуарный. Я аксессуарный. Это моя новая, кстати. Ну, я вот вижу, что она такая прям... Она, кстати говоря, из новой канвы. Я очень люблю вот эту, но ее очень редко нашу. Вот эту я люблю силиночку мою питоновую. Мне очень она нравится. Очень люблю Шанель. Вот эту. Угу. Вот это мне нравится. Красота. Да. Целое состояние тут у тебя на самом деле. Я его, конечно, просто задрепал за секунду. Но это Сен-Лоран. Очень красиво. Сен-Лоран сейчас стал делать подъебку на этот самый. Я называю его Эрмез для бедных. Поняла, да? Походит на этот. Вот. Что я еще люблю? Праду. Люблю вот эту сумку. Угу. У тебя сумки все показываются? Ну, показывают, что нет. Вот эта у меня редкая. Радкая. Вот эта голубенькая. Не знаю, почему она... Но ты мне сказал, что это часть сумок, которые у тебя есть. У меня еще не все перевезены. У тебя какая-то часть еще в Питере. Угу. Вот. Финдюшечка, да? Да. Я люблю вот эту и вот эту. Хорошая. Ну, вот этот цвет просто яркий. Классная. Классная. Вот эта мне еще нравится. Я обожаю. Я купил себе вот эту сумку, чтобы был не виден бренд. А потом думаю, блин, неудобно ее так носить. Возьму и куплю вот это, чтобы все-таки был виден. Думаю, ну а хули мне, понимаешь? Ну, если потратили деньги, ну пусть все видят уже. Пусть все видят, да. Действительно. Это у меня из коллекции Барби. Ну, слушай, это была какая-то спонтанная моя покупка, если честно. Я вижу. Она прикольная, но как бы просто на таможне у меня ее просто выдрочили. Да? Да. В итоге они мне ее привезли. Она была, знаешь, здесь вот загаженная. Открыли коробку. По-варварски как-то все сделали. Но это давно было. Но, тем не менее, их уже боженька наказал. Я всегда говорю, кто меня обижает, их наказывают. Серьезно? Им всем прилетает сразу? Честно, да. Да? Да, да. Я очень такой это... Ну, не глазливый, но я и глазливый тоже, на самом деле. Если мне вывести, блядь, кашлять будешь. Вот. Короче, что еще? Вот это у меня люблю ее. Гуча. Короче, ты все любишь, я поняла. Я люблю все мои сумки, я обожаю. Все, короче, для тебя важные и ценные. Я смотрю, что все дорогостоящие, то есть у тебя для его... Нет, я не люблю дешевые сумки. У меня вот там еще, смотри, какие. А, ну тут у тебя покрупнее. Да, здесь у меня крупные, вот это очень люблю. Да. Ну, она удобная, наверное, в поездке. А вот это про жванши, который я тебе говорил, у меня в Париже. Вот это. Офигеть, ага. Классная, да? Да, 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 круто. Вот такого размера мало было. Я ее увидел, говорю, все, хочу. Надо брать, да. Неудобное говно такое. Но она произведение искусства. Так, здесь у тебя жакеты, пиджаки. Жакеты, пиджаки, да, здесь свитера, кожанки. Ну я, если честно, что-то как-то, знаешь, на самом деле, раньше мне нравилось все прямо вот такое вот немножечко... Можно я достану? Да. Раньше мне нравилось всякое вот такое вот немножечко на выход. Угу. Вот, чуть-чуть, понимаешь? Вот типа вот такого. А сейчас что-то как-то я... Ну это вот куда ты можешь надеть такое? Я... Типа на мероприятие или на съемку или куда? Я могу выйти в ресторан в таком целом. Уже как бы немножечко, я не знаю, мне кажется, что мне пора завязывать с такими вещами. Мне хочется какого-то... Сильно яркими, да? Мне хочется какого-то, да. Хочется какого-то спокойствия в последнее время. Я пытаюсь уйти в базу. У меня нет базовых вещей, понимаешь? Я смотрю, у тебя в основном все очень яркое и нарядное. Если так ты мне скажешь, там, пошли в пятерочку сходим. Я вот что одену? Давай в пятерочку сходим. Что я одену? Ну вот так сходи в пятерочку. Вот это вот ты хочешь. Вот какие-то свитерки. Вот такие вот, которые они такие непонятные. Или вот такой вот свитерок, понимаешь, уже вот там. Нет базовых вещей. Я поэтому сейчас пытаюсь... И знаешь, на самом деле базу очень трудно найти. Хорошую. Хорошую базу трудно найти, поэтому я как бы вот... Но мне, кстати, кажется, что сейчас очень много появилось российских дизайнеров как раз вот именно с базовыми вещами, чтобы вот купить... Да, российские дизайнеры появились. На мне сейчас Яна бесфамильная, я люблю. Да, я, кстати, тоже люблю. У меня тоже есть жакет. Да, я ее люблю. У меня там еще три пиджака в стирку. Они, да. Они вот как раз специализируются на таких двухцветных всяких вещах. Вот мой любимый винтажный. О, какая красота. Ой, слушай, ну это бомба вообще. Супер. Это прям можно? Ну вот, мне он нравится. Я сейчас на себя. Я его одеваю, каждый раз засираю, так обидно. Да, ну конечно он белый, естественно. И пошла, понимаешь, пятерочку. И сразу звезда. Угу. Что это за прелесть такая моя зайка? Это что? Что такое? Это кто? Это какое-то говно. Это говнище какое-то. Да мне просто понравилось, не знаю, захотелось почему-то вот такой вот яркости в своей жизни. Это кто? Это Вика? Вика, девочка моя. Викусика. Виктория Беком, друзья. Викусичка. Смотрите, какая секс. У Вика, кстати, посадка классная, я люблю очень. Ну это ты покупаешь в женском отделе, правильно? А они тут какую-нибудь секс? А они, ну нет, ну я имею ввиду, ну ты в бутик приходишь, ты куда идешь? Этот, по-моему, я купил, этот я купил, а я этой не знаю, кстати говоря. Ну ты вот эти вещи, ты в основном покупаешь все-таки, ой. Слушай, у меня вещи. В женских или в мужских отделах? Видите, друзья? Сразу же, кто начинает меня даем, сразу все падает, из рук летит, кашляет начинает. Вот, короче, нет, я захожу в магазин, я иду куда мне хочется. Если мне нравится, вот эти, например, ботинки, они из мужской коллекции, предположим. Да? Да. У меня, ну в принципе, у меня... Не, ну обувь-то понятно, у тебя размер какой? Пятидесятые? Блядь, нет, у меня размер сорок один-сорок два. Что-то меня совсем, может, тоже тут обоссало меня. Эти здоровые, эти здоровые, но... Они выглядят как пятидесятые, клянусь. Блядь, а вот ты, ты понимаешь, этим не великоваты. Да какой сорок первый? Это у меня одинаковый? Ты врешь, да не может быть сорок первый. Эти сорок второй, эти не написано. Вон, видишь, у меня вот такая чик-чик. Блин, а почему они выглядят как сильно большие? Я купил эти себе, они мне были пиздец велики. Я думаю, ну и ладно, я подложу ваку, я хочу. Вот. А эти я купил себе уже по размеру. Нет, ну просто они все выглядят, ну, большими, то есть не выглядят как сорок первый размер. Ну, понятное дело, я тоже не деймовочка, было бы странно, если бы у меня была, понимаешь, нога размер. Так, я же и спрашиваю, у тебя какой у тебя размер ноги? А вот эти какие красивые, смотри. Подожди, какой у тебя размер ноги? У меня везде по-разному. У меня, например, в Лабутене у меня сорок третий. Сорок первый размер? Сорок третий. Я же говорю, у тебя будет сорок пятый. Вот эти у меня, например, Селин, они у меня сорок один с половиной. Сорок четыре там написано. Сорок четыре. Ну ладно, эти сорок четыре. Эти у меня сорок третий, вон те. Везде по-разному, везде на разную эту хуйнюшку. Ну, не сорок первый, короче. Ну, не сорок первый, ладно. У тебя рост-то какой? Какой сорок один? Ну, не настолько у меня прям все. Мне пятидесятый. Не пиздит, ради бога. Просто я к тому, что ты, естественно, будешь в мужском акделе. В женском акделе кертыку найдешь. Нет, почему можно делать всем заказ в лабутенах, блядь, пожалуйста. Иди делай шпильки. В лабутенах, да, но не во всех брендах просто. Ну, пойдешь за грибами или нет, не понимаю. Ну, шикарные, кстати, мне вот эти нравятся. Мне тоже нравятся. Офигенно. Нет, ну, а вот если брать вот эту одежду, ну, вот это явно ты в мужских покупала делах, правильно? Это, наверное, мужские все. Да, слушай, а у меня микс, у меня есть и мужские, есть и женские. Ну, вот я это и спрашиваю. Это женский саларан. Это женский саларан. Ты, в принципе, покупаешь, приходишь, если тебе просто нравится. Я покупаю то, что мне нравится. И не важно, где это висит. Мне насрать к чему это. Я покупаю то, что мне нравится. Ты смотришь. Блядь, как это возможно? Вот так это возможно. Да. Соответственно. Все ты мне показал. Все ты мне показал, да? Прекрасно, да, мне очень понравилось. Друзья, ну, пишите, что вам понравилось. Или пишите, что вам не понравилось. Найдите какую-нибудь пылинку, соринку, кусок козявки, скажите, господи, какая-нибудь санитария, нарушение товарного средства в холодильнике и все вот это вот. Мы будем ждать, друзья, ваших едких комментариев. Ой, а это, это Миша, Мишка, Мишка, Миша, он со мной 15 лет. Это, помнишь, был такой холмарк, времена холмарка. Конечно, я обожала. Это коллекция Ники. Да. Вот, это коллекция Ники, и он со мной пережил ветрянку, легкое воспаление легких, с детства еще. Но у меня это мама мне его подарила, чтобы мне не грустить. Слушай, ну согласись, что стоили они дохуя. Да, они, кстати, были дорогостоящие все. Он стоил, мне кажется, тысяч 10 по тем, или 8. Ну, короче, дорого, там все было очень дорого. Ну, дорого стоило, но не так дорого. Там ручка стоила 1100 по тем временам, извини меня, пожалуйста. Ты часто рассказывал о том, что ты рос в достатке, у тебя и няни были, и в принципе, ты ни в чем не нуждался. В какой момент ты понял, что ты хочешь сам чего-то добиться в жизни, зарабатывать деньги и так далее? У меня никогда не было такого. У меня никогда не было такого. Не было? Вообще. То есть ты об этом не думала? Мне так нравилось жить так, как я живу. Ну, я не буду даже выдумывать, что мне кем-то хотелось стать. Потому что я тунеядец. Мне хотелось стать дизайнером, но я не умею рисовать. Можно было бы научиться, но это уже не то, это либо дано, либо не дано. Знаешь, вот есть такое у детей, они вот с детства хорошо рисуют, не знаю, как объяснить. У них есть вот это вот абстрактное мышление, или как это называется? Да, да. Да, такое мышление 3D. У меня такого не было. Нанять человека, который бы это рисовал, это можно. Да нет, и научиться рисовать тоже можно. Да. Я постоянно об этом думаю. Я, в принципе, это не против. По большому счету, я могу себе, так сказать, это позволить сейчас нанять какого-то человека. А так в целом, чтобы мне прям вот как-то вот, знаешь, я всегда думал, что, господи, я не хочу работать. Ну, не хочу я работать. Вот как ты думаешь, это от того, что у тебя все было, и ты рос в обеспеченной семье? Потому что я долбоеб, ты думаешь? Нет, я тебя спрашиваю. Мне просто интересно, потому что мне интересно понять, как воспитать ребенка… Который не хочет ничего делать, я тебе расскажу. Нет, у которого все есть, как воспитать в нем желание чего-то в жизни добиться, и не просто как бы проживать эту жизнь, а действительно заработать себе имя. Как сделать так, потому что ты говоришь, что у тебя не было такого желания, и скорее всего это от того, что ты рос в достатке, тебе не надо было выживать. Нет, у меня появилось желание, когда меня всего лишили. То есть вот в этот день ты повзрослел? В один день, да, когда мне сказали, ты едешь на метро, и я. Детство закончено. Все, детство закончилось нахуй. Это во сколько? Сколько лет? Это мне было лет 14-15, и я еду в метро, а у нас три ветки, я теряюсь в них. Три ветки. А почему так резко, так внезапно? Мы с папой там поругались жестко, я думаю, я тебе папа еще все докажу, мой сладкий. То есть вот это было трейдером? Да, это было отправной точкой, я сказал папа, я еще подожди. Получается вот тебя чего-то лишили, и в тот момент ты понял, так, меня это лишили, мне некомфортно, я все равно хочу жить своей жизнью, и в тот момент… Ну да, наверное так. Плюс еще к тому, я же от родителей не завершу лет, наверное, 16, уже как-то, знаешь, когда мне уже все стали предлагать, уже стали нормальные отношения, мне уже стало неудобно деньги брать, потому что я думаю, блять, я уже, как бы мне уже, уже было на тот момент больше, чем 18, я думаю, что я сейчас буду опять собрать у папы деньги, я что, ну как-то не очень. То есть ты отказался в первый раз в 18 лет? Я не в первый раз отказался, я, как бы, папа мне больше не предлагает, потому что, хотя мне мама говорит тоже… В 18 лет? Папа меня не содержит так, чтобы давать мне карманные деньги на все мои нужды, лет, наверное, с 15. То есть в 14 он тебя пересадил на метро? Да. А в 15… Потом мне вернули на время водительскую историю, а потом опять ему не нравилось там сначала, как я выгляжу, теперь он мной гордится, вот, но до этого ему не нравилось, теперь он прямо звонит, говорит, а это мой сын, знаешь, там типа сидит, да ладно, да, сейчас я ему позвоню, звонит по FaceTime, показывает своим друзьям, говорю, пап, как дела, у нас деменция? Что случилось, мы вспоминаем. Ну сейчас все, разумеется, нормально. Ну вот тогда, как вот ты пережил то, что тебя пересадили из машины с водителем на метро и в целом тебя лишили каких-то… Это был опыт, это был опыт. Ну, ты понимаешь… Ну ты как-то страдал, плакал, что с тобой было. Для людей, которые будут это смотреть, для них это будет странный вообще на самом деле диалог, что как это так у тебя, расскажи, получилось, что у тебя цветочек пересадили с водительского заднего сидения в метро. Ну хорошо, ну какая разница, что они подумают, мы с тобой говорим про тебя и про твои чувства. Для меня, для меня, конечно же, это было… Ну это было для меня, разумеется, человек, который к этому привык, понимаешь, ты привыкла жить в однушке, а переехала в коробку, блять, как тебе вообще, что там коробка, что тут коробка. Но тем не менее, для меня, конечно же, это было достаточно весомо. Итак, отрезляющее. Отрезляющее, это было очень отрезляющее. Это было прям вот четко. Но ты считаешь, что это было хорошо и полезно для тебя в тот момент? Да, да. Какие были у тебя в тот момент мысли, что ты хочешь добиться какого-то успеха, признания, чтобы папа увидел и… Мне нужно было показать обязательно и папе, и папиным друзьям, которые на тот момент надо мной подсмеивались, что я все-таки дам угля, блять. У меня было, у меня появилось такое желание, причем оно такое было достаточно, знаешь, пассивно-агрессивное, назовем это так. И я понял, что я хочу… Я позвонил папе года три или четыре назад и сказал, ну что, я говорю, гордишься много? Говорит, да? Ну все, хорошо. Мы закрыли этот гештальт. А если все-таки вернуться в подростковый возраст, у тебя много друзей было в тот период? Был большой круг общения, но осталось из него очень мало. Ну вот именно в подростковом… Потому что это появилось какая-то… Ну ты дружил с теми людьми тогда. Я очень коммуникабельный, мне не проблема найти ни с кем общий язык вообще. Я не из той категории, которая приходит, где-то стоит в углу и ждет, пока понимаешь, что уйдет какое-то чудо. Поэтому у меня найти какой-то общий язык с кем-то, у меня не проблема совершенно это сделать. Все равно, смотри, есть все равно вот школа, да, в которой ты не всегда попадаешь удачно в какой-то класс? Я в школе неудачно попадал не то, что в класс и не то, что меня не принимали дети, меня не принимали учителя. Потому что я такой человек, который я – это я. И если как бы я что-то… меня что-то бесит, я это не люблю. То есть ты не старался быть прилежным учеником? У меня не было конфликта никогда с детьми. У меня сразу же я брался до уровня повыше. Если это конфликт, то это конфликт с преподавателем. А на каком уровне он происходил? Он происходил на уровне в стиле «я что-то сижу, мне неинтересно». Я просто разворачиваюсь, начинаю разговаривать с человеком, который сидит рядом со мной, потому что мне неинтересно. Мне спрашивают, а почему ты так делаешь? Я говорю, ну я не виноват, что мне неинтересно. Даже неинтересную тему можно подать интересной. То есть ты прям так во время урока мог сказать преподавателю? Да, потом меня не допускали к урокам. И все вот это вот. Потом в итоге у меня… Плохое поведение говорили. Да, да, да. Плохое поведение. Даже, даже у меня и сохранилась дома в Питере бумажка, где я пишу в школе в 8 или 9 классе, что я, Алексей Романович, обещаю… Это мама меня написала, заставила написать. Обещаю себе засунуть язык в жопу на протяжении 45 минут. Моя роспись, мама, что она это приняла и дата. Мы нашли с ней, недавно посмеялись. Ты хулиганил в детстве как-то, привлекая внимание к себе какими-то поступками? Хулиганил ли я? Я хулиганил. Мне очень нравилось покупать новые телефоны раз в месяц. А откуда у тебя были деньги на новые телефоны? Да мне покупали родители. А для того, чтобы купить новый телефон, я покупал себе модели вечно какие-то. Знаешь, они меня потом заебывали. Вот. Я, короче, думаю, хочу новые. Помнишь раньше же… Это же не как и сейчас у всех. Айфоны. Ноки. Ноки. Моторолы. Да, вот это вот все. У меня было и Дольче Габбана, Моторолы. Еще Блэкбери был. Блэкбери – это слишком для взрослых, пизду. Не, классно. Там можно было переписываться, типа, в WhatsApp. Но ты мог переписываться только с теми, чей пин-код у тебя был. То есть вы пинами обменивались, и у тебя были только пины тех, кого ты уже знаешь. И еще почта хорошо работала. Вот эта вот, которая рабочая. Да, да, да. Лучше намного, честно. Да. Но из этого ничего мне было, разумеется, не нужно. Потому что я не жалел денег на смс-ки. Вот. В отличие от многих. И я подламывал телефоны, чтобы не покупали новые. У меня был такой маленький фетиш на новые телефоны разных дизайнов. И родители тебе… До первого падения. Я покупал свои телефоны. И когда он первый раз падал, я его приставал любить. Мне так было грустно. А родители разгадали, что ты так делал? Они его видели сверху, с дома, с загородного, как я его ебнул. Он сказал, блять, я упал. Они сказали, мы все видели. Причем я реально упал специально. Так, чтобы у меня поцарапалось сбоку. Я просто вспоминаю, думаю, боже мой. Рубрика «Она раскрыла убийство». Ты понимаешь? А в чем сложность вообще сотрудничества с ним, работы с ним? Есть какие-то вообще нюансы? Житковский – это первый блогер, с которым мне абсолютно не сложно сотрудничать. Объясню, до этого момента я занимался тем, что опекал блогеров. Ну, знаешь, вот это вот слюньки под отри. Леша в этом не нуждается. Когда он едет на съемку или там на какую-нибудь кинопремьеру один, я знаю, что он абсолютно автономен. В этом его очень важное качество. С Лешей рабочие и дружеские отношения, он очень верный друг. В чем еще его уникальность? Ты немножко об этом сказал, но хочу, чтобы ты еще отдельно как-то сформулировал. В чем особенность, уникальность и в чем его секрет успеха? Секрет успеха Житковского – это абсолютно здоровая, я бы даже сказал, радикальная самоирония и белая нигилистика. А еще он понятный. В психологии есть такой термин, называется «хомяк-правдоруб». Леша Житковский – это твой голос в голове, когда ты хочешь сказать человеку что-то в лицо. Вот такой Леша Житковский. А что касается рекламы, вот насколько много рекламодателей хотят заходить к Леше на страницу, насколько сложно или легко с ним взаимодействовать по рекламе? Смотри, когда у тебя выходил материал по поводу того, что рекламный рынок блогерский рухнул, я тебе тогда написал и говорю «Лаура, я был возмущен», потому что, знаешь, мне кажется, что вот этот кризис почувствовали только те, кто сидел на входящих сообщениях, типа «Ой, сегодня снова реклама». Я так никогда не работаю. Я всегда анализирую то, что блогер выкладывает в своем стори-теллинге. Я, допустим, вот вижу, что он там за посудой пошел, и я такой «Так, что за посудой?» Нужно позвонить. Я говорю, мне не трудно, мне, наоборот, это интересно. Для меня это такой, знаешь, продюсерский азарт. Что проще всего продавать у Житковского? Косметику, товар народного потребления, немножечко иногда алкоголь бывает, да, ну, потому что у Леши есть уникальный формат, которого нет ни у кого. У Леши есть вот эти вот стихи его. Эту рекламу хочется досмотреть до конца. Редко, когда рекламу у блогера хочется досмотреть до конца. Его очень легко предлагать, потому что у него очень высокий уровень гиперлояльности аудитории. Есть такой термин в продюсировании. Гиперлояльность — это когда тебя не только знают, но и любят. При, там, миллионе четыреста подписчиков и постоянно закрывающимся из-за ботов атаку бесконечно. Да, у него закрыта страница, туда не попадешь, нужно реквест отправить, запрос. Ну, там сейчас просто такой момент происходит, когда происходит атака ботов, кто ее делает, доподлинно неизвестно. По разным причинам люди могут завидовать, в конце концов, да, могут как-то специально стараться нагадить. Как это происходит? Там 90 тысяч ботов пришло, и потом вот в момент, когда они отписываются, вот там возникает вот эта вот яма. И для того, чтобы этого не было, мы закрываем аккаунт. Когда это все проходит, они отписываются, мы его снова открываем. У Леши очень высокий уровень гиперлояльности, его любят, и его рекламу любят. При миллионе четыреста подписчиков у него по четыреста тысяч смотрят сториз каждый день. Он, конечно, наверное, кокетничает, когда говорит, типа, я занимаюсь хуйней, потому что вот эта его хуйня действительно огромному количеству людей просто поднимает настроение. Самое главное оружие Житковского и его уникальность как блогера – это самоирония. Вот что бы кто ни говорил, Житковский это про себя уже сказал. И поэтому любые его шлыш-чел из машины, они воспринимаются аудиторией по приколу, да, по фану. Потому что он до этого встал с утра и сказал, так, утро пчеловода в Китае, опять поднимать это лицо из трусов. Житковский – это по факту диджитал холдинг, потому что в тот момент, когда появились проблемы с инстаграмом, мы вообще ничего не почувствовали, потому что уже на тот момент у Леши было три телеграм-канала. Это канал без трусиков, где он выкладывает музыку, которая ему нравится, которая слушает в машине или которая ему вот резко запала. Это канал роскошь бутиков, где он тестирует косметику на себе, и вот эти вот в нашей негосударственной школе пиздоболи, мы сегодня рассмотрим очередной крем, да. И житковские посиделки, они появились вот обо всем и ни о чем, когда, собственно, случился блок. Но уже до этого были сети, и уже до этого в них заказывали рекламу. Вконтакте аналогично. О чем ты мечтаешь? Я мечтаю, наконец-то, уже, понимаешь, купить себе загородный дом с теплицей. Реально? Все, да. И что там делать? Мечта о загородном? Заселиться и сидеть, выращивать овощи и фрукты? Да, я хочу себе теплицу. Не как ты думаешь, что бабки на обдроту. Я хочу себе дорогую пиздатую теплицу. Ты понимаешь, что я говорю? Современная. 21 век. С функцией ионизации. Ну, понимаешь? Да, понимаешь. Вот это вот все. И я хочу там зимой и летом заходить в свой парничок, смотреть, как там поживают мои растения. Писки на оранжерею у меня там, вот вы не потянули, по-моему, на окне. Я бы хотел гораздо больше, но, к сожалению, не получается, потому что за этим всем нужно следить. Вот. А времени на это нет. А в загородном доме всегда будет время. Я буду приезжать туда, в свой маленький домик, в кукушкино гнездо, понимаешь? И там буду там все включать себе, подсветки. То есть ты сейчас копишь деньги на загородный дом? Да. О чем ты жалеешь? О чем я жалею? Я жалею, что я иногда с мамой грубой. Жалею об этом. Когда я не сдерживаюсь, не могу, жестко меня начинает раздражать. Она меня может вывести из себя просто за одну секунду. Просто не могу. Меня просто срывает. Я просто не могу собой собой собладать. Говорят, что мы вот так вот реагируем обычно на тех людей, которые на нас чем-то похожи. Вы с мамой похожи? Мы с мамой похожи. Похожи ли мы с мамой? Нет. Мама мягкая. Я нет. Твоя самая большая слабость? В чем она? Тратить деньги. Вообще не могу ничего с собой сделать. Просто невозможно. В чем твоя суперсила? Немножечко больше женщин, чем все остальные. Наверное, в этом. Я не знаю. Хотя тоже, понимаешь, как ты доброе в людях видишь, так и многие скажут, ну пиздец, ты такая уникальная Лаура. Побойся Бога, ёб твою мать. Ну это же мое мнение о себе. Видит она доброе в людях. Да мы все ее видим. Тут говно, понимаешь, а тут столовая ложка. Вот и все, понимаешь. И то же самое, я понимаю, женщин немножечко больше. Все такие, господи, мальчик, иди поспи. Что думают другие. Мы же говорим сейчас. Мы живем в обществе. Это society. Мы не можем с тобой насрать. Насрать. Но насрать мы не можем. Поэтому нет. Ну, наверное, вот в этом моя уникальность. Да, я не задумывался после того никогда. Что такое любовь? Любовь – это теплообмен, взаимозаменяемость друг к другу. То есть любовь – это некая привязанность, возникающая между двумя людьми, которые взаимодополняют друг друга. Ты влюблен сейчас? Я на стадии. Слушай, я никогда не вот это вот «ты влюблен сейчас». Я не могу говорить, влюблен ли я или нет. Потому что вдруг у меня сейчас какая-то интрижка, и там подумаешь, что типа я раскрою какую-то тайну. Хорошо, ты когда-то любил? Ну, конечно. У меня были долгие отношения. Но сейчас… Но это была любовь? Это была… Слушай, ну это была любовь, да. Это была любовь. Она иногда, кстати говоря, происходит до сих пор. Ну, типа, знаешь. Ну, так бывает. Практически там как-то что-то там. Слов за слов, хум по стол. Вот. Ну, бывает такое тоже происходит. Я с людьми, которыми я расстаюсь или что-то, я не делаю того, что мы перестаем общаться. Мы также точно абсолютно нормально общаемся, и я не вижу смысла, понимаешь, закрывать дверь на замочек, выкидывать ключик, иди найди этот ключик, понимаешь, поплавай в море в патриках. Я со всеми общаюсь так, что, типа, мне могут что-то позвонить, попросить. И я могу что-то позвонить, попросить. То есть не разбираешься в платформ? Нет. Мы можем даже переписываться, что-то там обсуждать. И как бы, нет, у меня нет такого совершенно обсуждать. Для меня есть единственное, вот единственное, что я не приемлю, и я это говорю сразу. Я могу общаться с высшими людьми обо всем, о чем угодно, но только не о том, какие у них новые проблемы в отношениях. Потому что я, когда это слушаю, мне хочется сказать, блядь, да это же то же самое. Хочется уже взять по пьяни номер второй парочке и потом сказать, слушай, дорогой мой человек, значит смотри, что будет дальше. Обьюз харассмент, ты кибербуллинг, понимаешь, все, пока, давай. Можно ли простить измену? Можно. Измены простить можно, а вступиться может каждый. Но нужно всегда понимать то, что измена происходит в вине двух партнеров, а не одного. Измена – это предательство. Виды предательства есть разные. Знаешь? Present past perfect, рубрика английский язык. Поняла, да? Разные стадии. Вот. Нельзя простить предательство. И даже, как бы, там, ну, оно может проявляться в разных формах, помимо измены. Я думаю, ты понимаешь, вот это простить нельзя. Потому что один раз, если тебя предают, и если ты, понимаешь, сыграл на крысу разок, это значит, что на тебя нельзя положиться. И у меня к таким людям доверие сразу же отметается. И вернуть его невозможно вообще никогда. То есть этот человек у меня персонного града везде, где я появляюсь. То есть ты второй шанс не даешь? Нет. Из-за предательства я не даю второй шанс никогда. Если бы можно было изменить какое-то одно событие из твоего прошлого, что бы это было? А, из моего прошлого? Слушай, я, наверное, бы зашел попрощаться со своей прабабушкой. Потому что она жила в загородном доме, и мы как-то с ней очень мало в последний момент общались. Прям совсем, когда она уже лежала, это самое. Я бы зашел к ней и хотел попрощаться, потому что так это все получилось быстро и уже поздно. Ты сейчас счастлив? Вот этот вопрос про счастье я всегда не понимаю. Счастлив – это как? Что для тебя счастье значит? Для меня счастье – это момент. Я счастлив в моменте. В этом моменте ты сейчас счастлив? Сейчас конкретно я заебан. Понимаешь? Потому что я встал там в 8 утра, там и так далее, там подобное. Варил себе язык, который я сожрал, понимаешь? Счастлив буду, когда Миша у меня в новую квартиру приедет, буду счастлив. А когда человек находится в перманентном счастье, я всегда говорю, что это уже психическое расстройство. Что бы ты сказал маленькому Леше? Давай не пизди, конечно же, моя любимая фраза. А что мне еще ему сказать? Я бы сказал, не переживай, мальчик, все у себя будет нормально. Все нормально у нас будет. Главное – будь поспокойней. А в остальном приложится. И, на самом деле, я бы не последовал этому совету. Я бы сказал, дядя, вы больные? Идите. Вот. Все. И продолжу жить, как жил. АПЛОДИСМЕНТЫ